Рада, что вы к нам присоединились в прямом эфире. Сегодня у нас будет следующая работа. Александр Тимофеевич, как всегда, наверное, больше для новичков расскажет о методе висцеральных практик. Мы всегда говорим о том, что метод висцеральных практик, он родился из старой русской народной медицины, традиционной медицины. Но как сегодня меня спросили, а как это было, я думаю, что о проекционных зонах, о рефлекторных связях бабушка, которая умела править живот, не могла поведать своему пациенту. Поэтому то, что сейчас этот метод приобрел более научный вид, и, скажем так, Александр Тимофеевич его доработал и сделал из него метод, который применяется и может применяться всеми абсолютно людьми, как с медицинским образованием, так и без медицинского образования. Поэтому и как метод оздоровления он является одним из, наверное, наиболее популярных на сегодняшний день. Далее у нас в программе сегодняшние будут отзывы. Отзывы наших специалистов, которые знакомцы с этим методом начинали с собственного здоровья, они расскажут и, может быть, даже покажут фотографии, наши операторы нам помогут, покажут фотографии, как было и как стало. Это всегда, ну, как-то убеждает, наверное, в том, что нужно ли заниматься этим методом. И еще у нас приехали к нам учиться на очередной образовательную программу, которая началась в этом году уже в январе. Слушательницы, собственно, они приехали и учиться, и оздоравливаться, и подумывают, как в дальнейшем профессионально заниматься и помогать людям с помощью этого метода. Этот метод по-разному назывался в разное время, но на сегодняшний день мы говорим о вестеральных практиках. И сразу зададим вопрос. В общем-то, мы часто получаем такие вопросы от слушателей и зрителей. Сколько лет Александру Симофеевичу? Почему он, как ему удается так хорошо выглядеть? Мы зададим тот же вопрос. Александр Симофеевич, для новичков. Я сначала хочу поздороваться, потому что я все молчу-молчу, как-то так не привык молчать. Ну, может быть, в данном случае, конечно, мне в марте будет 74 года. Не очень-то, конечно, приятно, но меня это не угнетает, не томит, потому что плохо я себя не чувствую. Я считаю, что заслуга – это то, чем я занимаюсь, когда поддерживаю в нормальном состоянии спину. То есть не спина. Спина – это вторичные. Скорее всего, внутренние органы – это печень, желчные, поджелудочные, почки и вообще нормальную биоту. Ну и, естественно, тогда нет проблемы ни с позвоночником, нет проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Ну и есть такая поговорка, что женщину что омолаживает? Это косметология. Мужчина что омолаживает? Бритье. А что показывает возраст? Ступеньки. И вот приятно, когда ты по ступенькам взлетаешь, и ты не чувствуешь никаких проблем ни в суставах, ну и, естественно, и с дыханием нормально. Но, конечно, я ни в коем случае не говорю о том, что один раз размял живот это на всю жизнь. Нужно постоянно поддерживать, постоянно поддерживать то состояние, и пища должна быть лекарством. И вот ты уже начинаешь выбирать, а какую пищу я должен кушать. Проводишь на себе небольшие разные эксперименты. Ну вот, и приходишь к тому, что да, вот это мое, а вот это не мое. И тем более ориентируешься так, как есть брат. А что брат ест? И выясняется, что у нас одни какие-то пищевые особенности. То есть мы любим вот это, вот это. Конечно, можно предположить, что это связано с семьей, потому что семья тоже в свое время чем питалась, и стереотип сложившийся. Но, тем не менее, все равно по ощущениям, что если кушаешь вот эти продукты, то твой живот работает намного лучше. Ну и, естественно, конечно, я считаю, что благодаря вот тому, что чем я сейчас занимаюсь, а ведь представьте, я мастер спорта, да, мастер спорта по борьбе с самбо, по борьбе с дзюдо. В свое время я занимался рукопашкой. Но сколько моих друзей ушло? Очень большое количество. И когда мы как-то решили собраться, те, кто служил в армии в ЦСКА, ну а так сложилось, что я там был, и оказалось некому собираться-то. Все поумирали. И вот здесь ты, и получается, чем ты взрослее, чем дальше ты идешь, и, конечно, ты уже не на днях рождения не участвуешь ни на свадьбах, а участвуешь только на похоронах. Так вот, друзья мои, чтобы этого, ну, чтобы с вами этого не происходило, нужно обязательно заниматься то, что я предлагаю. А уже к этому, к этой базе нормальное состояние внутренних органов прибавлять уже и психологические какие-то структуры, то есть начинать заниматься самопомощью, то есть научиться расслабляться. И ведь научиться тренировать силе руку, ее легче, чем научиться расслаблять ее. Вот как ни странно. И поэтому мне хватает, если я каждый день ложусь два-три часа, и полвосьмого в восемь часов я встаю, иду на работу, и все у меня дела. Но это за счет чего? За счет того, что я умею расслабляться. Я только принял горизонтальное положение, и я уже сплю. Если не расслабляешься, то накапливается, и тогда возникают разные то. То смотришь, а бывает и такое, когда разные обстановки, обстановки или обстоятельства не позволяют тебе быть расслабленным. И ты чувствуешь, что рука начинает подрагивать. Или начинаешь подписывать ту же книжку, и ты видишь, почерк у тебя меняется. Ага, значит, нужно что-то. А что-то? Перезагрузка. Перезагрузиться. Либо попить что-то, что тебя расслабит. Я имею в виду, это может быть корень валерьяны, это может быть пустырник. Но это, конечно, редкое явление. Это как экстра ситуация. А вообще-то ты знаешь, что если ты расслабился, а если еще есть специальные упражнения, которые можно выполнять, и за счет вот этих упражнений ты уходишь так глубоко, что ты просыпаешься одновременно, вот только глаза открыл и будильник зазвенел. Я считаю, что это вот нормально. Ну и еще, конечно, там для мужчин это отдельно. Обычно мы говорим, и мужчина каждый может себя оценить, в каком он состоянии. Утром. Только утром. То есть питание, физический нагрузок и здоровый живот. Да, и, конечно, питьевой режим, потому что если вы будете ограничивать воду, то, естественно, каловые массы страдают. То есть кишечник становится более тугим, напряженным, интоксикация появляется, поэтому нужен питьевой режим. И с некоторыми проектами, которые предлагаются в интернете, я не согласен. Потому что у меня свой взгляд с позиции живота, с позиции того, как органы должны работать. Ну и, конечно, используя примеры великих, то есть академиков, вот, предположим, академик Дульев, я считаю, что Геннадий Николаевич. Закон. Две трети порядка, одна треть хаоса в животе. Это тот, который был раньше физиком, потом перешел в биофизику. И вот в биофизике там много у него было открытий. Ну, в общем-то, интересный человек. Но вот эта тема, когда затрагивается, а какой должен быть живот нормальный? Он, во-первых, не должен быть вздутым, раздутым, потому что это все яды, токсины. И, конечно, нужно понимать, какую мы пищу кушаем. Та пища, которая вызывает вздутие живота, ее нужно либо научиться готовить, либо от нее отказаться. И пример других стран. Конечно, все многие увлекаются веганством, вегетарианством. Вы знаете, все в голове. И я был 10 лет вегетарианцем. Я понял, что это тупиковое направление. А понял, почему. У меня вдруг обнаружились камни. Как же я при нормальном здоровом питании и вдруг камни в желчном пузыре. Ну вот. И в то же время, я работал в это время уже с пациентами, через меня шел поток пациентов. Я им привожу живот в порядок, а у меня постоянно раздутый живот. А почему? В то время ничего не было известно о лектинах. То есть это то, что находится во всех растениях. Растения, как и животные, защищаются от того, чтобы их животные не уничтожали. И они все содержат лектины. Это токсические компоненты, можно сказать. И поэтому вот та же капуста, сырая капуста, она не полезна. А вот тушеная, квашеная, а квашеная, это она уже с биотой. И, конечно, надо научиться квасить так, чтобы та биота, которая образуется на капусте, она не мешала, а наоборот подталкивала нас к жизни. Чтобы мы с вами сохраняли здоровье. Ведь представьте, если когда ученые начали определять, сколько вообще, сколько может кишечник служить, или сколько может сердце служить, так получается, что сердце-то рассчитано на 500 лет, а кишечник вообще на тысячу, около тысячи лет. А почему же мы так рано умираем? Конечно, здесь много вопросов, и в то же время находишь ответы. Ответы все в животе. Потому что, когда ты смотришь животы, и ты видишь, когда сверстники к тебе приходят, такого же, вместе с тобой они в одно и то же время родились. Но они никакие. И ты так про себя говоришь себе. Ну, вот слава Богу, что мне Бог дал вот это. Что я это знание обобщил. Что я что-то внес, лепту какую-то, в то знание, которое было древнее. И вот представьте, это древнее знание о животе, как зеркало, оно упало, разлетелось на куски. И в одном месте, в Красноярске, там, предположим, лечит, занимается гинекологией. Все, они разминают ее. В другом месте занимается легкими. В третьем занимается почками. И вот так дробь. И моя задача была собрать вот это все воедино, расставить разные доминанты. С чего начинать, откуда. Конечно, существует определенный страх, что, а вдруг как? Как в живот, кроме хирурга? Но ведь хирург идет только тогда, когда живот патологический. И, конечно, у нас есть и показания, и противопоказания. И мы должны придерживаться, когда уже картина острого живота не надо. Нужно отправить в хирургию, не затягивать. И, конечно, если нет никаких знаний, которые помогают решать онкологию, тоже не надо, оставьте. Оставьте для медицины. И ни в коем случае не отрицать скорую помощь. Да, конечно, все имеет место быть. И гомеопатия. Да. Но, опять же, отработав живот, гомеопатия на порядок лучше работает. Фитотерапия. А при фитотерапии еще лучше, потому что вы, опять же, работая с животом, человек начинает пить какую-то воду или какой-то раствор, тут же руку в живот, и через два дня видно, что этот раствор помогает или он напрасно. Затраченное время и, может быть, деньги на приобретение этого препарата. То есть живот сам может подсказать, где ошибка, а где не ошибка, где правильный путь. Но ведь кроме этого еще он оказывается на нашем теле, природа нас так создала, что даже на лице она, все, что происходит в нашем животе, оно рисуется рисунками, разными рисунками на коже. А ведь, когда женщина идет на массаж лица косметический, ведь никто не знает эти зоны. А косметолог должен знать, что где-то, ну вот взять зону вертикально, через зрачок провести, провести линию, проходящую через основание носа, то вот здесь зона, которая имеет отношение к молочной железе. И если здесь на щеке присутствует извращенная структура кожи, значит, с молочной железой какая-то проблема. А вот какая, уже нужно разбираться. Но как только там проблема решается, вот эта извращенная кожа, она выравнивается, она становится нормальной. А почему? Да дело в том, что опять природа так нас создала, что та проблема в животе, она обязательно выразится тем, что то место, которое имеет представительство, там нарушается микроциркуляция, кровоснабжение, лимфодвижение. И даже, ну скажем так, естественно, если кровь плохо поступает к клеткам, к клетке начинается реакция. И вот здесь начинается извращение. Кожа либо краснеет, либо становится более пористая. То есть накопление токсинов. Ну вот, и когда рассматриваешь лицо, и ты по лицу начинаешь рассказывать, конечно, пациенты в шоке. Но ты уже примерно предполагаешь, сколько здесь нужно работы, а теперь дай-ка мне руку, поздороваться. Я здороваюсь с человеком, и я знаю, кто передо мной стоит. По руке. Рука сильная, слабая, влажная, сухая. А бывает так, что влажность, сухостью, и я уже предполагаю, что я у него найду. Представьте, за то время, когда я начал профессионально работать, а я начал профессионально работать, наверное, с 85-го или 86-го года, когда уже после института начал работать специалистом со спортсменами. Ну и вот, и я увидел, что здоровых-то спортсменов нет. и получается, что чемпион, это тот чемпион, который выиграл среди инвалидов свое вот это место. Но долго ли он сам проживет при такой большой нагрузке и ненормальной функции внутренних органов? И, конечно, это было удивительно, когда начал заниматься, трогать животы, убирать вот эти стазы, которые формируются в животе. А вот представьте, у нас существует брюшной мозг. Да, брюшной мозг. Сыше по разным источникам. Кто говорит, около 300 миллионов нейронов. А кто говорит, свыше 500 миллионов нейронов. Разные источники. Но ведь это все, это мозг. И этот мозг нормально работает, тогда, когда нормальное кровоснабжение. Так же, как наш головной мозг. Не дай бог, где-то передавился сосудик, схлопнулся сосудик или оборвался сосудик. Все, человек гибнет. И здесь тоже, если там, где формируется спазм, не идет туда кровь. И представьте, если к тканям не идет кровь, вот здесь возникает проблема. Если спазм той же луковицы 12-перстной кишки, а спазм это напряжение, это передавливание протоков, и поэтому вот тебе жировой гепатоз, вот тебе цирроз печени, вот тебе и начинается болезнь Жильбера, вот тебе еще что-то. И нет решения, потому что все дают таблетку, обезболивают, а вот этот спазм, он не снимается, а его можно снять только, только механически. И вот в моей практике сколько было таких, как неврогенные кохексии, когда человек погибает от того, что он не может ничего съесть, он выпьет или съел, у него тут же рвота. А почему? Спазмированные. Если луковицы 12-перстной кишки в спазме, она не пустит пищу туда, потому что она будет там гнить, потому что желчь не активизирует ферменты поджелудочные. Желчь, если пища белковая, она попала, естественно, соляная кислота, или будем говорить, желудочный сок, поступая туда, в луковицу 12-перстной кишки, он не будет преобразован, ну, скажем, пищевой комок не станет щелочным. И только при такой вот постановке, когда желчь выполняет ту функцию, ощелачивая вот это, нейтрализуя ту соляную кислоту, которая поступила, а дальше создает условия для того, чтобы биота там жила нормальная, ну и все. И правильно, если мы с вами, мы все знаем, мы говорим о том, что нужно вот, что бифидум, бактерии, 85% нашего иммунитета и интеллект в какой-то степени зависимы от этой биоты, а никто не знает, а как ее там размножить. Съели, ее хватит на один, на два дня, а потом она опять погибает, а почему? В кишке не создалась среда. И вот здесь, конечно, уже ты больше внимания обращаешь на печень. А почему? Из печени не оттекает желчь. Или почему у нее низкая концентрация этой желчи. Ну вот, и ты уже начинаешь замечать, ага, какашки мажут унитаз или не мажут, ноги мерзнут или не мерзнут, или наоборот, руки горят, ноги горят, а это все печенка. Глаза, смотришь, глаза красные, сосуды лопаются, это печень. Смотрит человек, человек не может уснуть. Ночью часто просыпается. Это печень. Чешется, расчесывает себя до крови. Конечно, я не исключаю, что может быть какие-то лишаи или грибы на поверхности, но создалась ситуация, условие создалось. И одно из условий, это неработающая, или функция печени нарушенная. И вот здесь-то, конечно, одно подталкивает другое. И везде спазмы, везде нарушения кровоснабжения. И тогда какой же специалист должен заниматься? А никакой не поможет. Почему? Потому что там спазм. И самое интересное, даже когда маску анестезиолог набрасывает человеку, то эта луковица не расслабляется. и никакая психотерапия не помогает. Конечно, может быть, есть отдельные индивидуумы, которые сосредотачиваются на этом, но это отдельные индивидуумы. На тысячу человек может быть один. А остальные-то? Остальные страдают. И поэтому остальных-то проще научить. А вот давайте, ребята, вот здесь продавите. А теперь присядьте. И что будет? Коленки-то не хрустят и не скрипят. А представьте, если артистам балета в Советском Союзе в 28 лет давали инвалидность, не инвалидность, а пенсию. А почему? Болтающие суставы, изношенные суставы. А почему они износились? Да потому что желчь не расщепляет жиры, а жиры являются смазующими компонентами наших суставов. Вообще, конечно, эта тема здесь можно долго рассказывать, но, конечно, моя задача в общем все это дело рассказать. И даже вшивость у детей. Казалось бы, ну, вшивость, ну, бывает такое? Да не бывает. Только тот болеет вшивостью, у которого проблема печеночного характера. Понимаете? То есть, в свое время, когда мы исследовали это явление, детские сады, дети вшивые, смотришь, а у ребеночка в ребрышке торчат, как ангелочка. Проработали печенку, выдавили застоявшиеся желчь, опять же, выдавили через расслабление луковицы. В форме игры продавили животик, смотришь, ага, здесь ребрышки опустились, здесь тоже ребрышки опустились, ухо торчит, ухо легло. А почему оно легло? Ротированная почка. То есть, наше ухо это представительство почки. И от того, что мы глухие, из-за того, что у нас нарушен вестибулярный аппарат, это опять виновата почка. А сперматогенез, подвижность сперматозоидов, со слабыми почками, вот такой он мужик. Он даже уже и не мужик становится. И поэтому, а причина какая, застойное явление в той же почке? Ну, другой вариант, как мы убираем этот застой, это уже технология. Но вы должны знать, что есть такая техника, которая позволяет выживать. И поэтому читайте, слушайте. Много того, что мы рассказываем, мы рассказываем для вас, для того, чтобы вы попробовали. прежде чем оценить суп и сказать, что это суп невкусный или наоборот отличный, ты его должен попробовать. И, конечно, один из хирургов спрашивал у меня, Агулов, я вот тебя уважал до той поры, пока ты не начал говорить о печени, о циррозе. Я говорю, а давайте так, я вам дам ряд телефонов, кому я помог, вы позвоните им и скажите, что цирроз не лечится. Вы просто, если не умеете, не говорите за других. Вот такая вот картина. Ну, в самом деле так. А что еще сказать? Конечно, он говорит, ну, давай, давай, ладно, давай дружить вместе, давай делать все. Но, понимаете, медицина все равно этого не... Его так научили, и он не будет заниматься 30-40 минут, уделить только тому, что вот кусочек за кусочком начинает расслаблять ткань, и ткань начинает включаться в работу. Или расслабить протоки, чтобы желчь могла оттечь. Или то количество, скажем так, живой еще печени осталось, и благодаря этому оживляется и вся печень. Конечно, когда из морга или в морге смотришь, этого не может быть, потому что там, вот, конечно, вот из этого стола печень не сделаешь. А вот из живой ткани, та, которая называлась печень, и она немножко изменилась, можно, потому что мы знаем, что печень, если даже две трети удалить, то она через три месяца восстановится. Так почему она при циррозах не восстанавливается? Почему при жировых гепатозах? Почему болезнь Джульбера это как пожизненно вешает? Да потому что не знают, где что открыть. Какой сосудик нужно открыть? Что повернуть? Где надавить? И опять эта технология, которую мы уже разработали. Конечно, я благодарен за то, что в Советском Союзе военные меня привлекли. И понимаете, это было для меня так интересно. И когда мы каждый месяц делали отчеты, и собиралась научная бригада, бригада, и мне было очень приятно, что в этой научной бригаде не было вопросов. Да, они переспрашивали, а вот там, а вот здесь, а почему? А если камень там, ну и что? Если мы начинаем обновлять желчь, постоянно поддавливая, смещая, так застоявшаяся желчь уходит, а новая желчь, которая приходит, она вызывает разбухание камня, и через неделю, через полторы после нашей работы вроде камни увеличились, но плотность их поменялась. А потом смотришь, они исчезли, они просто вышли с желчью. Решение вроде как простое, но это труд, нужно знать, как поддавить. Ну а все остальное рассказывают, что ага, там камни в желчном, ну камни-то и в печени, в самой. Поэтому здесь нужно понимать, что все намного сложнее. И это не значит, что вы пропили там сок черной редьки и изгнали камни, и вы довольны. Нифига подобное, ой, извиняюсь, конечно. Что вы не решили эту задачу, потому что самой печени, нужно самой печенкой заниматься. Я, наверное, много наговорил. Нормально. У нас по сценарию эти вопросы тоже были. Вот в любом случае надо людям рассказать, да. И еще вопрос к вам. Как вы себя контролируете свое здоровье, прям коротко, да, какие анализы сдаете и рекомендуете, в принципе, сдавать, чтобы не пропустить какое-то осложнение по здоровью? Вы знаете, чаще, конечно, ну, не так много сдаешь анализы. Есть разные тесты, предположим, тест на выдохе. Выдохнул, секундомер, и сколько ты задерживаешь. Если минута, минута 10, на пятерку, 40 секунд, на четверку, а если меньше 30, это 2, на двойку. И операции уже при задержке в 10 секунд делать не рекомендуется. Это спортивная медицина, там есть такой тест. И вот эти тесты, они самые нормальные. Ну вот, ну, конечно, есть нагрузочные разные, но и самый простой из них, это вот дыхание. А потом, конечно, периодически-то мы должны понимать, что можно посмотреть мочу, да, какая должна быть PH. Ну, во рту она постоянно меняется, если вы представили, что вы едите, но с другой стороны, это тоже нужно понимать, что вот взяли во рту кислая среда, представили лимон, что он попал вам в рот. И ответная реакция какая? Организм тоже включает защитную систему, и слюна становится ярко-щелочная такая. О, система работает. Это тест. Конечно, и если из анализов иногда биохимию сделаешь, печень, на всякий случай, потому что работаешь постоянно с пациентами, там, с гепатитами, на всякий случай, а там то чихает, кашляет, или человек рассказывает, брызги летят изо рта, ты стараешься отойти, но всякое бывает. Ну вот, но ты понимаешь, конечно, что вот тот человек, который брызгает слюной, рассказывает что-то, это раздаччик паразитозов еще. То есть, свой взгляд на все это. И когда обезьяны встречаются друг с другом, одна у другой, тут же гниды начинает искать и бросает в рот. Собака блохастая, она начинает искать у себя блох, но она их выплевывает, она их съедает, потому что хитин нужен. Вот в этом промежутке нужно покушать продукты или собаку покормить хитином, и тогда блох меньше. И были удивительные случаи, когда мы приводили печень в порядок, и вшивость у ребенка прекращалась, зрение восстанавливалось. Ну, что касается слуха, здесь больше, конечно, почки. Но я не говорю, что вот берешь и все решается. Мы говорим про здорового человека, ведь есть аномалия развития, есть травмы того же уха, но тем не менее работа с теми же почками, она улучшит в любом случае состояние человека. Поэтому быстрее быстрое выздоровление или более быструю адаптацию, то есть социальную адаптацию. А ведь наши внутренние органы, они кроме того, что, так сказать, процесс пищеварения, процесс, ну, большой объем разных, но ведь представьте, что внутренние органы это наша психика. Если взять тот же желудок, это неуверенность в своих силах. Почки это страхи. Человек боится всего. Боится укола, боится метро, боится автомобиля, то есть у него гипер с поджелудочной железой, те тоже своеобразные. У них гиперчувствительность, гипервосприятие, но среди них, казалось бы, болеют проблемы с поджелудочной железой, но зато они начинают писать хорошо стихи, песни сочиняют, да, и в некоторых случаях даже картины рисуют, начинают рисовать. Раньше этого не было. А вы пришли, размяли живот, улучшилось состояние микроциркуляции в области поджелудочной, или там еще что-то порекомендовали и попали в точку, сахара пришли в норму, причем это же быстро, и вдруг у него пропал интерес, он теперь картинки не стал рисовать, а зато вспомнил, что ему нужно, крыльцо там на даче провалилось, а там крыша потекла, а там все, он занялся совершенно другим делом. И вот когда ты видишь, как люди переключаются, но где я использую это? Когда мне нужно написать что-то, я столовую ложку беру меда, съел вечером, можно с чаем, с водой запил, подождал немножко, сахара обязательно поднимут соответные реакции. Я к компьютеру подхожу, и все, и поднеслось, и до 4 утра могу, пока жена меня там от этого компьютера не оттащит. Но зато столько идей, столько мыслей, думаешь, а, завтра снова придется столовую ложку съесть. Но не всем можно. Да, но не всем, конечно, это каждый по себе. Я для себя. Ну и, конечно, пульс, взял пульс на одной руке. Ты можешь сказать, а какая, как почка, какая почка доминирует или по руке, в каком состоянии ладонь. Ну, конечно, у себя там. Ваши знания вам тоже помогают. Да, мне помогают. в принципе, я представляю, что там где-то сидишь в зале, и вдруг какой-то фильм повернулся, тут схлипывают, там схлипывают. Посидел, внимательно, нет, и бывает, и у самого слеза, значит, нужно сегодня вечером посмотреть селезенку, продавить ее. Это для меня как показатель. Вот так вот, плаксивом нужно обратить внимание. Да, на селезенку. На селезенку. Так, Александр Семенович, ну, собственно говоря, есть примеры у вас из личной жизни, когда вы для себя, для себя лично решили проблему какую-то со здоровьем именно с помощью ваших знаний. Насколько я знаю вас, вы... Ну, вы знаете, ты уже, да, ты уже, ты уже определенно осторожничаешь, и ты уже понимаешь, что если ты выпил что-то, и даже алкоголь, то нужно поддавить свою печенку, да, чтобы, скажем, вот этот механизм или химизм произошел, чтобы печень не остановилась. А как только печень после алкоголя, после принятия алкоголя, она ведь увеличивается, она реагирует на алкоголь, и не очень-то хорошо. И вот тогда ты взял ее, продавил, поддавил, сбросил застоявшееся, то есть она быстрее усвоила, переварила и выбросила из тебя вот этот вот остаток тех, ну, или те последствия, которые формируются при принятии алкоголя. Ну, и естественно, корень языка отекает, поддавил, ага, боль, взял, подработал. Ну, и отравления разные бывают, конечно, здесь никто, но ты из этого отравления, зная вот эту тему, ты быстрее выходишь. Вот в чем дело. И поэтому по жизни идет, ну, бывает так ситуация, или одно время я тут все-таки когда ты взрослеешь, я не говорю стареешь, потому что все равно 74 года это середина жизненного пути, человек биологический возраст 144 года, и мы не проживаем вот этот срок только, я считаю, по одной причине. Все собаки, кошки, они живут свой срок, особенно если в комфортных условиях, и даже переживают его, а человек нет. А почему? Вертикальное положение его. Вертикальное положение, значит, у этих животных сердце легкие, печень, почки, кишечник на одном уровне, и сердцу работает-то легче. А вот такое вертикальное положение, это перегрузка, тем более компрессия, голова давит, начинается с давления, нарушается функция щитовидной железы, напрягаются мышцы, из-за того, что там голова то так тянется, мы ее выпрямляем, включается разгибатель, и возникает напряжение на шее, и ущемление нервных волокон. И мы даже не понимаем, что теряем зубы, как животные. Животные же, взять кошку, собаку, до глубокой старости имеют нормальные зубы. Почему горизонтальное положение? А тогда вывод какой? Нужно помогать себе. Нужно убирать напряженные ткани в животе, и тогда шея меньше будет напрягаться. Но она все равно напрягается, потому что без, потому что мы все социальные люди, и где-то в социальном мы можем быть обиженными, быть взволнованными, быть... А любой стресс, особенно... А что такое стресс? Это стресс. Это страх. Это страхи. А страх, любой страх поражает почки. Функция нарушается. Возникает напряжение, и в это напряжение шею поддавливают, щитовидка, зубы, обоняние, зрение, слух. Это все наша шея. И из 10 инсультов 8 связаны только с шеей. Это статистика. Теперь грудной отдел. Там тоже представительство почки. Если почка страдает, напряглась мышца, сдавила фиброзные кольца, вот вам грыжи, протрузии. В поясничной области тоже представительство почек. Почка страдает, функция ее снижается, возникает напряжение, и вот вам в поясничной области протрузии, грыжи, да еще взять вес тела, голова, туловище, нагрузки какие-то, мы в руках что-то таскаем, и вот они, компрессии. И вот это все приводит к тому, что считается, вот до 100 лет дожил долгожитель. Нет, ребята, это еще средина пути. Где-то через 50 поговорим. Посмотрим. Вспомним эфир. Да. Так, Александр Семенович, теперь очень важные вопросы, которые пришли к этому эфиру. Для кого подходят висцеральные техники, есть ли возрастные ограничения и противопоказания? Вы знаете, конечно, говорить о противопоказаниях, это картина острого живота, однозначно. Психиатрия, ну, я говорю о том, что, так сказать, с психиатрией, наверное, не стоит брать. Хотя, есть отдельные случаи, когда, зная, что еще добавить, я беру и такого психически ненормального человека. Самый-то интересный, вот даже, такой простой пример. я одно время, ну, столкнулся с тем, что, оказывается, когда космонавты летали туда, на орбиту, да, то нужно было как-то контролировать их состояние. А каждый грамм или каждый полкило или там 200 грамм, какую-то аппаратуру, это нагрузка, опять же, на количество топлива, сколько нужно брать. Килограмм лишний взял, значит, полтонны горючего нужно, чтобы полететь туда. И вот тогда, что делали? Тогда измеряли разные температурные режимы разных точек. Ну вот. И для меня было удивительно, что, оказывается, состояние печени можно смотреть по температуре пупа. Ну вот. И я начал смотреть температуру пупа. Мне было это очень интересно. И как интересно так сложилось, что один из моих пациентов, он периодически по разным причинам впадал в какие-то состояния, когда он крушил, рушил дома все. То есть, все, что попадет. И кто ему на пути попадет, он разбивал. И вот мне позвонила его жена, что вот с Владимиром Сергеевичем вот такая ситуация. Тимофеевич, можно чем-то помочь? Я говорю, сейчас я приеду. Приезжаю. Единственный человек, которого он, наверное, уважал и которого побаивался и вообще. Он меня когда увидел, а у меня, надо же, пирометр лежал в чемодане. Я пришел с сумкой, в сумке, из сумки. И тут у меня сверкнул, отдай-ка я. Я меряю температуру, а температура пупа 27 градусов. Ну вот. А у всех нормальная температура 33. А дальше, опять же, мысль мелькнула. Я говорю, Люда, принеси, пожалуйста, грелку. Люда приносит грелку горячую. Мы кладем, я его уговорил, я говорю, подержи. Ты знаешь, у тебя такое состояние, подержи грелку. Проходит буквально, ну, минута, может быть, полторы, и он вдруг изменился в лице, начал так рассматривать, как бы первый раз видеть. Александр Тимофеевич, а вы вообще-то зачем сюда приехали? Я говорю, да я по поводу тебя. Мне вот твоя супруга сказала, что ты немножко приболел. Ну вот. Всего изменилось на полградуса, и человек начал разговаривать. Он говорит, а этот телевизор, что он? Я говорю, ты его разбил. Я. А здесь перевернул. Так это ты перевернул. То есть, достаточно было погреть печенку, знаете, вот наша психика. зависимость. Да, и вот она зависимость печеночная. То есть, вот эти взаимосвязи, и, конечно, ты понимая вот это все, хотите побыстрее уснуть, отдохнуть, грелочкой, погрейте печень. И 2,5 тысячи обменных процессов печенки, они с благодарностью вам скажут спасибо. Потому что уходят представительные зоны, потому что печень сама справилась с этим. У нее своя программа, у нее свой чип стоит, который ее настраивает на все. Главное, чтобы не мешать, чуть-чуть помочь ей. Вот такая картина. греть печень. А вообще, если у вас бессонница, положите грелочку на печень. Но идеальный вариант, если вы еще поддавите луковицу, чтобы был отток этой желчи. Надо знать, и она нахуйся. Есть состояние, при которых нельзя греть печень? Конечно, это когда нетронутая луковица 12-перстной кишки. Потому что, представьте, вы запустите энергетику печени, там все, будем говорить, забурлит, закипит, и в то же время оттекать нечему. Некуда. И вот тогда начинается аутолиз. То есть, как бы, самопереваривание клеток. И вот это все сопровождается болями, психологическими разными расстройствами, так как у этого человека. Ну и, конечно, в данном случае мы с вами говорим, что печень, она еще отвечает за метаболизм мозга. И что часто зрение-то страдает. Прежде чем заниматься глазами, ребята, они взяли посмотреть, как печень работает, постараться ее привести в порядок. И мы проводили разные эксперименты, когда человек, сажаем его на стул в определенной позиции, он смотрит эту таблицу со всякими буквами. Потом, после того, как на следующий день он приходит, мы его сажаем. А у него было там, на день рождения ходил, там, две-три рюмочки выпил по 50 грамм. А утром он уже одну из строчек нижних, которые он тогда видел, он уже ее не видит. Вот вам один из таких вот, что нужно, негативных воздействий, спиртного. Ну, конечно, здесь я никого не принуждаю, я просто рассказываю, что иногда приходит пьющий человек, ты ему говоришь, вот смотри, вот здесь у меня жирное пятно, если я спиртом его потру, то спирт растворяет жир. А теперь представь, 90% нашего мозга это жировая ткань. И каждая стопка алкоголя это расплавление, это смывание мозгов. Ну вот. А еще хуже, ведь мелкие сосуды нашего мозга, а диаметр или просвет сосуда артериального иногда меньше, чем эритроцит. И эритроцит должен свернуться в трубочку. Ну вот. А если нет расщепления жиров, а почему, вернее, жиры, а там, вот представьте, чтобы вот свернувшийся эритроцит прошел, он сверху покрывается пылью из жира для лучшего скольжения. А если алкоголь в крови присутствует, то вот этого не наблюдается, и поэтому начинается развиваться деградация мозга. Поэтому каждый себе выбирает что. Ну, хотите, продолжайте. А если понимать, если ты понимаешь, что ты еще нужен своим детям, внукам, то зачем это делать? Тогда лучше чай хороший. Сделайте чай хороший. Вот это будет здорово. Вместо алкоголя не рекомендуем. Нас сейчас интересует вот наша тема. Висцеральный практик. Александр Дима Феевич, изучил висцеральный самомассаж. Как вы думаете, человек может себе помочь решить какие-то задачи? Вы знаете, ему становится интересно, потому что сначала с мелочевки начинается. Предположим, там, учащенное мочеиспускание. Снял напряжение с мочевого пузыря. Но если ты снял с мочевого, ты должен снять из почки, из мочеточника. И вот тогда это будет положительно. А если выбрать только один мочевой пузырь, то это будет временное, на один день. а потом все опять вернется, потому что почка, мочеточник и вот эта половина мочевого пузыря, она принадлежит почке, это зона. Если с почкой почку не отработали, опять все вернется в исходную, как закон перетекающих сосудов. И, конечно, вот, понимая вот это все, работая с животом, взгляд на многие процессы, он немножко другой. И, конечно, я иногда слушаю выступления докторов, и я бы их покритиковал, потому что они не знают, не знают живота, не знают рефлексии, не знают взаимосвязи. Ну вот. Ну, не зря же многие приходят И просто так, ни одна родинка не вырастет, ни одна папиллома не выскочит. То есть, мы, с нами что-то происходит, когда мы готовы. И даже травма ноги, пальца или руки, контрактуры ДПИ-трена, это все последствия, следствия того, что органы, функции их нарушены. Она, орган-то работает, но снижение функции, есть такое понятие, к сожалению, в медицине этого нет. И поэтому, когда приходит пациент, и ты начинаешь рассказывать ему его историю, он говорит, а для моего доктора запиши, я говорю, ну запиши, снижение функции левой почки, снижение функции печени, как это, а что это такое? С чем это выражается? Да, как это выражается? Я говорю, а вот плотная ткань, плотная, напряженная, твердая ткань. Ну вот, и если эта ткань расслабляется, посмотри, на спине напряжение в мышцах уходит, посмотри, часть шеи, зубы, ну и начинаешь перечислять все, что связано с этой печенкой. Ну и, конечно, человек начинает пробовать. Что-то делает. Это еще нет, но уже есть предиарм. но ты его успокаиваешь, что это, это, скажем так, не болезнь. Обычно говорю я так, ты сегодня пьяный, а завтра ты будешь трезвый, если сделаешь вот так, так, так. Если он настроен на победу, он начинает делать, а дальше уже прибегает, Тимофеич, а что дальше? А вот так. И иногда, когда приходят, бывает так, что священники, он не может так каждый день ходить, я ему даю домашнее задание, вот сделаешь вот это. Но первоначально я показал, как это убирается, как это решается. И смотришь, через недельку он приезжает, ой, Тимофеич, я же, как у меня такое сейчас состояние, я вот не ел раньше вот этого, попробовал, у меня нормально переварилось. Я говорю, видишь, а монахи у тебя, страдающие, значит, ты должен научиться, и монахам помогать. Если ты настоятель монастыря, ты должен владеть этим. Если ты руководитель в детском саду, ты должен все, помочь, экстренную, или вот такую реальную помощь детям, и тогда родители будут с удовольствием приводить к тебе детей, потому что они знают, что ты можешь помочь. И что не надо кормить манной кашей, потому что манная каша тормозит усвоение, не надо давать белого хлеба детям. А почему? Потому что съеденный этот кусок белого хлеба, он долго-долго стоит в кишках, вызывая спастику, нарушение пищеварения. Ну и вот, и естественно, родителям можно это все показать, продемонстрировать, попросил его, давайте так, придите с пирожком, не дайте ребенку, а мы пока с вами разговариваем, и через часик, через полтора я вам покажу, что в животе у ребенка творится. и вот здесь уже родители начинают понимать, и начинают вопросы задавать, а что нужно делать, а что нужно кушать, и вот начинаешь объяснять. Но показывая, обычно это, чтобы убедить, нужно показать, или проще самому родителю, а давай-ка сегодня, не ешь хлеб, и что же, он приходит, я просматриваю, как там, а тампонады нет в кишках, его не раздуло. Ну, конечно, я ни в коем случае не говорю, что не ешьте хлеб. Ешьте, но только хлеб хорошего качества, чтобы он не был пятым сортом, то, чем кормят скотину, птицу в сельском хозяйстве. Ну, и в данном случае, конечно, желательно, конечно, без дрожжей. Так, следующий вопрос. Какое главное правило вы бы обозначили, выделили для работы с внутренними органами? Что самое важное? Я думаю, я думаю, что должна быть определенная последовательность, все-таки нужно соблюдать последовательность, а уже когда вы запустили многие механизмы, и живот знает, чего ты от него хочешь, то здесь достаточно иногда одного нажатия, как вся цепочка срабатывает. Ну, вот, и есть отдельные лица, которые приходят, которые самостоятельно добились результата, но, понимаете, все равно это, наверное, самообразование, ликбез, а когда за тобой, у тебя за плечами такое количество времени, такое количество пациентов, то достаточно руку положить и сказать, что вот здесь недоработка, вот здесь тебе еще нужно сделать, а вот здесь нужно расслабить эту мышцу, внутреннюю косую, или там, или абсоус, или тоже пупартовую связку, это нужно для чего? Это, конечно, мы должны стремиться к совершенству, и совершенство, это познавание, процесс познавания себя, анатомии, ну, и вот, и поэтому для своих специалистов и читаем и физиологию, и анатомию, и даже реанимацию, потому что в жизни эта реанимация может пригодиться везде, где авария, где что-то произошло с человеком, а почему? Человек потерял сознание, что нужно делать до прихода, до приезда скорой помощи, потому что вот, пока там машина, она может быть через полтора часа приедет, а за полтора часа человек уже погиб, ну, и вот и приходится с учениками объяснять, показывать, мы привлекаем специалистов разных, которые в горячих точках были, и все, которые могут использовать или проводить реанимацию без одними руками, такая тема тоже очень интересная. Так, ну, это уже касательно нашей образовательной программы, сейчас мы говорим о самомассаже, об оздоровлении самостоятельно, и такой вопрос, очень часто повторяющийся, а какие болезни можно предотвратить практикуя висцеральный самомассаж, конечно, человек может чего издевать. Какие-то болезни можно облегчить, ход течения, предполагаемый, там рассеянный, склероз, ну, и даже при злокачественных образованиях имеются отдельные случаи, когда, да, висцералка одна не поможет, висцеральная практика, но она облегчит течение болезни, человек уходит без болей, без кувырканий, попрощался со всеми, уснул, а утром, на встречу с Богом пошел. Но, конечно, в любом случае... Это самые прям сложные такие. Это сложные, да. Более простые. Ну, более простые, там, неспецифические артриты. Мы только подсказываем, ага, при неспецифическом артрите часто дефицит серы в организме, никто не исследует серу. А вообще-то, в Советском Союзе на это обращали внимание. Ну, вот, и давай-ка изменим пищевые режимы. И ты начинаешь подсказывать, и человек уже сам начинает, или какие-то прибамбасы, предположим, ультразвуковые воздействия. Ну, почему стиральная машинка тоже можно ей работать? Конечно, это смешно скажет, аголов стиральную машинку там использует? да. Конечно, если проблема суставов, такая проблема, когда не наступить ни на ногу, ничего, тогда ретона помогает. Нога, опущенная в воду, в теплую. А еще потом уже человек начинает, ага, если воду помогает, а если я в эту добавлю вот то-то, то-то, того же, как димексида, или еще чего-нибудь, ну и, то эффект на порядок выше. Или та же синяя лампа, про которую забыли. А синяя лампа, это что? Это лампа Минина, которая была придумана еще в 20-х годах. Потому что все системы нашего организма, вообще, живые системы, они настроены, как ни странно, на синий цвет, восприятие синего цвета. И обменные процессы в клетках усиливаются под воздействием синего цвета. Поэтому синюю лампу используют для прогревания ушей, назальные, когда стеклянная палочка, идет светодиод, синенький, воспалительный процесс снимается. Иногда зрение корректируется синей лампой, специальное устройство синего цвета, пульсирующее или не пульсирующее. Да и в конце концов ребенок родился желтушный. А что такое желтушность? Это повышенный белирубин. И ребенка помещают в капсулу синего цвета. И белирубин приходит в норму. Так почему сколько народу страдает повышением белирубина, и никто не подскажет, ребята, нужна синяя лампа, погрейте. А тем более наше время какое? Сейчас светодиоды, частотные характеристики, 420-470 нанометров. Посмотрите, выращивают огурцы огромные, помидоры под воздействием фиолетового или синего цвета. Хотите, чтобы цветы на подоконнике были яркие? Лампой синей. Хотите проспать на работу? Синюю лампу повесили, вы настолько расслабляетесь от этой синей лампы. А ведь у синей лампы много полезных свойств, начиная от того, что восстановление работы митохондрий. и клетки начинают восстанавливаться. конечно, мы иногда при работе с животом можно использовать вот это, 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 это дополнительно. И вот за этот промежуток времени, конечно, появились разные наработки. Но я не буду об этом говорить, потому что наша тема это манипуляции. Но человек, который начинает заниматься, он начинает искать дальше. он находит следующую страницу, переворачивает, осваивает следующую тему. Потом, и когда решает свою бывшую беду там с печенкой или с почкой, и вдруг почку правую привел в нормальное состояние, и астма пропала, дыхание стало легкое. А почему? Правая почка регулятор газового обмена. То есть, если количество углекислого газа в крови падает, то мы с вами задыхаемся, все ткани начинают страдать от дефицита кислорода. И это синяя, это, то есть, извиняюсь, это правая почка. Но ведь на это никто не обращает внимания. И если воспалительный процесс, то обязательно, вот сколько народу проходит, наверное, на 10 человек, у 8 обязательная ситуация. И вот студентам показываем, вот что нужно сделать. А человека же лечили от астмы, лечили от дыхания, задыхается, кислорода не хватает, паникует, маски покупает. Ребята, попробуйте. Может быть, это ваш вариант. А может, вариант, который я не знаю. Но чаще всего это наши варианты. То есть, манипуляция с помощью самомассажа плюс дополнительные аппараты. Да, это уже дополнительные наработки, которые отдельно можно почитать где-то, или наши рекомендации, или... Но это уже как вспомогательные, ведь я считаю, что любой терапевт, или гомеопат, фитотерапевт, герудотерапия, апитерапия, она должна сначала провестись на животе, а потом ставится пчела или пиявка. Вот тогда эффект на голову выше, результат выше. И решение вопроса, то есть, затратное, меньше средств, но, знаете, вот такими вариантами. Вот, и, конечно... Живот должен быть подготовлен к любой манипуляции. В любом случае, вы, если подготавливаете животы, то все идет по-другому. И Гречка, помните, летчик-космонавт был, он у нас пролечивался в свое время, это еще 95-96 год, тогда мы работали на Войковской, ну, вот он говорит, Александр, но почему вот этой темы не было у нас, космонавтов? Ведь это такая нужная, я говорю, ну, не знаю, это к военным нужно обращаться. Просто до вас, очевидно, еще не дошло. И мне приятно, что те курсанты, которые, скажем, на которых проводились вот эти исследования, они многие стали этим заниматься профессионально, потому что они увидели результаты, они поняли, что это то средство, которое продолжает жизнь, продляет жизнь и обеспечивает большее здоровье. Ну, и, конечно, здесь нужно уже понимать, что и пища должна быть соответствующей. вообще, человек начинает заниматься своим собственным здоровьем, а ведь всего-навсего по статистике 10% населения России только занимается своим здоровьем. Все остальные едят все подряд. И надеются на таблетку. Да, и надеются на таблетку, ну, и надеются, что там доктор все решит. А иногда доктор сидит сам больной. Он не может решить свою задачу. Может быть, из-за того, что он не знает нашу тему. Поэтому приглашаем всех, и докторов в том числе, осваивать эту тему. И, кстати, в Китае так сложилось, что я был в институте традиционной медицины, оказывается, вот эта работа с животом, это прерогатива в основном только властных структур. только это, ну, в общем-то, всем-то не раздается, и они были очень удивлены, что мы проводим мероприятия, обучающие какие-то семинары. Для всех? Ну, для всех желающих. А у них только для определенных, определенные люди, определенная подготовка, ну, и, естественно, всем остальным пиявки, иголки, банки, шлепки, а эти манипуляции, да, самым важным это живот. Ну, в общем, надо сказать, что все начинается с самомассажа и онлайн-семинар самомассаж, наверное, для тех, кто не имеет возможности попасть в наш центр, потому что в нашем центре и оффлайн такой семинар есть, и пациенты, которые хотели бы оздоровиться, но по каким-то причинам не могут присутствовать в Москве или еще по другим причинам личного характера, мы предлагаем всегда посетить этот семинар, а кто не может посетить, приобрести этот семинар, потому что только попробовав на себе эти манипуляции, почувствовав на себе результат, ну, люди начинают понимать, что да, свое здоровье в своих руках, и, конечно, обучаться этим манипуляциям нужно у того, кто прошел очень длительный путь практического применения, кто создал, ну, это вот Александр Симофеевич, автор метода, о котором мы сегодня говорим. Вот, ну, сейчас мы... И можно сказать, конечно, нам приходится сталкиваться с дискредитацией этого способа, метода, потому что люди насмотрелись, чуть-чуть чему-то научился, тут же начинает давить, а ведь самое главное, не передави, не перестимулируй, никто не хочет учиться, хотят все сразу зарабатывать деньги, начинают бросаться, и что там, смотришь, там, навредил, он везде кричит, что я у Агулы учился, а мы смотрим списки, у нас есть банк данных, и там фамилии нет такой, но... Да, это достаточно частое явление на сегодняшний день, и надо сказать, что недоученные люди пытаются и преподавать этот курс, оно, конечно, наверное, неплохо, что метод распространяется, но у кого учиться, конечно, надо выбирать, и нужно смотреть и понимать, кто может дать, в общем-то, те знания, которые действительно в первую очередь не навредят, это очень важно. И вот сейчас у нас смена кадров, вот, и мы пригласим сюда нашего специалиста, которая в свое время практиковала оздоровительные практики, но не висцеральную практику, потом начала заниматься собой, расскажет, каких результатов она достигла, и потом начала уже обучаться и висцеральной практике, прошла образовательную программу, а сейчас обучается, расскажет, где, потому что мы всегда за то, чтобы люди, которые хотят практиковать данный метод в будущем, профессионально, все-таки имели хотя бы начальное медицинское образование, это важно. приглашаем Алсу, это тоже наш преподаватель, Александр Тимофеевич, вам можно водичку попить, а нам Алсу, видимо, по времени так нужно, да, вот, наш специалист, на сегодняшний день Алсу работает в нашем центре, обучалась у нас, обучилась, и мы пригласили на стажировку, у нас есть такая возможность в оздоровительный центр приглашать своих выпускников, которые закончили успешно нашу образовательную программу. Алсу сейчас расскажет все о себе, как она вообще попала в эту тему, какое образование изначально и как сейчас применяет в нашем центре, ну и, наверное, на себе и на близко. Конечно, конечно, да, благодарю. Да, меня зовут Алсу Вахмин, изначально высшее образование получала инженерное и даже проработала 10 лет инженером успешно, но при этом все время была тяга к восстановлению здоровья, оздоровлению традиционными методами, и в итоге к этим методам меня привело и мое состояние здоровья. В определенный период времени у меня начались очень существенные проблемы с женским здоровьем, и я тогда лечилась в больнице, год принимала различные препараты, гормоны, и благо ситуация не ухудшалась, но и не улучшалась. И в итоге мне в какой-то момент врач, лечащий меня, говорит, ну, знаете, давайте, наверное, сделаем операцию. И на вопрос о том, что, а какова и вероятность, что эта операция поможет, она такая, говорит, 50 на 50. и в какой-то момент у меня включился мой критический ум, и я подумала, ну, наверное, если такой исход вообще не гарантирующий, надо искать другие методы, если за год ничего не помогло, тогда надо искать, наверное, методы не клинической медицины, а народной медицины. И таким образом я пришла в эстральную практику. Я тогда приходила к специалистам в облах-центр, но у меня не было возможности ездить все время, потому что по работе было очень много вопросов. И тогда мне специалист объяснила, что вот нужно делать вот это, вот это, вот это. Еще назначила ряд фитопрепаратов и сказала, что вот после того, как это сделаешь, еще энное количество дней нужно будет поголодать. Дала схему, сопровождала меня на всем этом периоде и за буквально два месяца мои проблемы, которые я не могла решить год, все решились без операций, без каких-то последствий для здоровья, без лишних нагрузок от таблеток, которые я уже на тот момент чувствовала. И это меня привело именно в дальнейшем к обучению в эстральной практике, потому что я увидела вот этот результат, который можно достичь самостоятельно. И плюс, если, например, не всегда бывает возможность сходить к специалисту, свои руки у нас всегда с собой. И мы можем самостоятельно себе помочь, помассировав, промассировав определенные точки, определенные органы и существенно улучшить свое состояние. Вот так вот я пришла и получила хорошие результаты. Ну, в общем, а мы очень довольны специалистам, потому что, пройдя, как правило, человек, который получает собственный результат, он потом это все транслирует и на своих пациентов. И это очень важно и значимо. Тем более, человек проходит образовательную программу в полном объеме, в которое включает в себя разные дисциплины, позволяющие приводить организм и те снижения функций, которые мы наблюдаем, именно в норму, к норме. И мы говорим о том, что висцеральные практики, они способствуют тому, чтобы иммунитет начал по-другому работать, и организм человека отвлекался на манипуляции. Ну, а начинается все, опять же, с самомассажа. Помоги себе сам, это, в общем-то, самое лучшее, наверное, что можно на сегодняшний день придумать. При этом мы не отрицаем то, что нужно контролировать свое здоровье с помощью, да, сдавая анализы, проходя определенные аппаратные исследования и так далее. Это все нужно знать. И прежде чем начать заниматься самомассажем, самопомощью, о себе тоже важно знать все. Исследовать полностью, чтобы понять, к какому результату нужно прийти, от какой точки отталкиваемся и что мы хотим получить в результате. облегчение это хорошо, но подтвержденные эти сдвиги в лучшую сторону это еще лучше. Ну и для нас это как обратная связь, отзыв, это тоже очень важно. Александр Тимофеевич сейчас в прямом эфире покажет мастер-класс, как он волшебным образом берет девушку за руку и рассказывает ей о ее проблемах. о себе несколько слов. Меня зовут Татьяна, я приехала из Польши, я живу там 24 года, вообще калининградка, но так жизнь закинула туда. И приехала сюда в общем-то для своих пациентов. У меня преобразование высших, но жизнь все равно меня все время в сторону здравоохранения все время сводила. Есть души и мечта, да? Да, я вообще должна была стать врачом, но сначала меня от этого отводило, но с 2006 года я все время и так работала с врачами с разных сторон, в том числе я была тоже торговым представителем, так что старалась всегда к медицине не обращаться, потому как я посмотрела разные стороны, потому что даже когда врачи хотят помочь, не всегда система позволяет. И так случилось, что летом мне передалась болезнь моей подруге и осенью мне диагностировали эндометриоз, так как я знала от своей пациентки, что это ужасный диагноз. В общем-то моя знакомая врач-киниколог, к которой тоже все время приходили даже такие шишки очень хорошие специалисты она мне развела руками и направила на операцию тоже как алсу возможно похожая штуковина тоже направили гормоны и я прям почувствовала внутри себя, что это совсем не то, что можно. То есть я пожизненно буду все время на препаратах. Врач мне тоже сказала, что к сожалению Татьяна травками это не лечится и у меня тоже все такое неприятие пошло. Я выправила эту ситуацию и так тоже жизнь хотела. Мне подсказало, что с 14-летнего возраста я тоже знала массаж живота. К сожалению, я не знала всех тонкостей, которые я узнала здесь на практике на начальной статье. Еще не все, конечно, я узнала. Но я стала снимать воспаление, я стала использовать тот метод, который мне был доступен. Я услышала про то, что можно помочь себе пиявками. Обратилась тоже в Польше к специалистке по пиявкам. Оказалось, что научилась от кого-то, кто учился, от кого-то из России. И в общем-то круг так все становился более тесным и тесным. И цепочка привела в конце концов, потому что мне еще сказали, что нужно тоже фистелляркой позаниматься. А я не знала, к кому обратиться. И решила, что раз я сама массажист, то я лучше сама этому научусь и заодно помогу своим пациентам, которым и так хотела помочь. И я очень рада, что попала на этот курс, потому что вообще мне очень понравилось то, что я уже читая, поняла, что это то, что я сама стала делать. То есть я когда училась массажу, я поняла, что это не то, что можно делать, потому что каждый человек он индивидуален, а делая все те же движения на разных людях, это совсем не то, что нужно делать. И я стала свои методы разрабатывать, но я была ближе к бабке, чем к специалисту, хотя у меня медицинское тоже образование. И в общем, когда заболела сама, я увидела, что воспаление снялось за два месяца с четырех сантиметров эндометриоз уменьшился до одного. Моя врач была в шоке, а когда я сказала, что я никакие гормоны не принимала, она была еще более в шоке, она даже перестала со мной разговаривать. И я поняла, что есть другие методы, и они работают. И я захотела узнать, как это делать, что я себе сделала уже точно, куда нажала и к чему это привело. Большое спасибо вам за этот курс, и я буду учиться дальше. Интересно. А можно я посмотрю ваш урок? Давайте-ка. Конечно, я понимаю, здесь пристартовая такая лихорадка и немножко слабость почек. А можно я сниму пожалуйста это колечко? Мне нужно послушать пульс и на этой и на этой руке. И вот если я трогал вашу руку, то вот на этой руке влажности больше, чем на этой. Это говорится о слабости почки левой. Кроме всего прочего, сразу вопрос такой опять по шее. шея беспокоит. Хотя вы были на семинаре, вы с ней работали, отработали ее, получилось? Да, намного больше я могу двигаться без напряжения. Можно я чуть-чуть вот здесь силе такое. Здесь еще остается напряжение. И вот это напряжение оно отражается все-таки на аорте на магистральном сосуде. И чуть-чуть, еще немножко, чуть-чуть поработать, чтобы аорта расслабилась. И тогда пульс на этой руке он снижается и он переходит на эту как положено у всех здоровых людей. А язык не можешь показать? Здесь тоже невроз. Хорошо бы там же перезагрузку сделать. Ну или попить несколько месяцев корень валерьяны. Ну как чай. Только валерьянка. Она не просто успокаивает, она нормализует обмен и человек становится более успокоенный. Обменные процессы. И вот эти отпечатки они обычно уходят. Ну лишь два месяца. А что делать? А давай-ка так. Я попрошу тебя прилечь здесь конечно диагноз не медицинский не медицинский диагноз а снижение функции почки. Прилег. Зайду я с той стороны чтобы было видней. Ну и коленочки можно согнуть. И вот область пупа. Иногда нам приходится работать и через одежду. А сейчас такое время когда мусульмане приходят женщины. Есть категория женщин которым к телу нельзя прикасаться. вот тогда приходится через одежду. и вот здесь просмотрели небольшой напряженец есть а здесь поменьше так а самое интересное то что вот здесь если мы с вами поддавим почку и вот здесь таким образом нужно прокачать она болезненная и давай вот так но это не болезнь это функциональное снижение и достаточно вот таким образом проработать ее и когда болезненность уходит это говорит о том что мы сделали такое прокачивающее действие что новая кровь пришла омывает скажем паренхему почки и за счет этого функции нормализуется восстанавливается ну и конечно это иногда в некоторых случаях это может быть даже одна процедура а вообще почки они наверное тяжелее реагируют чем печень с печенью легко работать легче работать все отпустило а теперь вот так ножки на бок положите и теперь уже сбоку мы эту почечку вот отсюда поддавливаем и опять проминаем прокачивая ее конечно здесь нужно понимать что здесь желудок накрывает сверху эту почку и хотим мы этого не хотим но мы воздействуем на желудок расслабляясь снимая с него напряжение все отлично теперь просмотрели еще мочеточник и здесь область мочевого пузыря нет ли здесь боли есть если есть чуть-чуть чуть-чуть поразминали болезненность начинает уходить и вот такой вот варианте вообще когда поддавливается не должно быть сильной боли если на пятерку это боль которую терпеть невозможно то здесь максимум должна быть на троечку все опустила еще еще чуть-чуть и конечно очень удобно если вот вы работаете дома то грелочку положили под почку с той стороны тогда эффект работы на порядок выше становится все опустила вот отлично и теперь можно послушать еще на руке на руке тоже здесь есть зона почки ну вот сейчас равенство между почками левая и правая но еще влажность чуть-чуть повыше но она пройдет потому что нужно время чтобы она включилась ну и тест такой самый простой тест вот если взять для вашего тела 100 грамм вареной свеклы не должны окрашивать мочу все если продолжает подкрашиваться опять поработать если это уже не помогает бывает так что все равно следовые явления остаются в моче то тогда уже пиявки дополнительно ставятся пиявки а потом прокачка и обычно дает хорошие результаты спасибо спасибо вам большое спасибо давай если мы с вами возьмем лучевую артерию да на левой руке и там у нас где головка лучевой лучевой кости то эта артерия она пересекает вверх и низ этой головки и оказывается вот на небольшой участок сосуда он имеет отношение один участок отношение к левой почке другое отношение к правой почке если с почкой что-то происходит то тонус этого сосуда меняется тонус становится более напряженным и тогда пульс снижается но когда вы начинаете прокачивать то вот между органом и сосудами имеется такая взаимосвязь здесь прокачали а сосуд вроде стал как более эластичным и тогда на нем появляется пульс и вот это появление пульса оно нам говорит о том что все почка включилась и обычно если делать такие тесты о которых мы с вами говорим хотя конечно говорить о том что здесь девушка была у нас больная нет ни в коем случае это функциональное снижение и вот в том-то и заключается профилактика что нужно профилактировать вот эти все явления как только появилось ну мало ли человек покушал бенегретик зашел в туалет моча окрашенная ага значит нужно устранить это чтобы это не развивалось в дальнейшем другую какую-то патологию ну и конечно почки не любят холода порекомендовать чтобы нужно исключить холодную воду не пейте холодной воды пейте ее подогретой по крайней мере она быстрее всасывается иногда пациенты к нам приходят попил водички холодной ты целый час работаешь а вода только болтыхается стоит в желудке в желудке стоит как ни странно да она охлаждает и кишечник она охлаждает и частично почку и конечно это не очень хорошо и есть по-моему у Куринова такое высказывание холодное пиво холодный квас холодное шампанское и холодное молоко это то что разрушает почки поэтому если хотите получить такой результат пожалуйста я думаю что многие справляются с этой темой ну а у кого не получается они обзванивают и часто бывает так что они находят луковицы 12 перстней кишки вопрос где находится почка ведь почка то вот там ну да а желудок то вот он здесь и конечно вот в их представлении это так а вообще все наверное намного проще что мы работая с той же почкой продавливаем околоорганное пространство и тоже свойства нашего живота если почка страдает то все пространство скажем околопочечное пространство или околоорганное пространство оно становится напряженным и даже тут возникает вопрос а что мы поддавливаем что мы снимаем то ли напряжение с самой почки то ли напряжение с тех тканей которые ее окружают ну а с другой стороны конечно ты понимаешь что чуть-чуть надавил ты чувствуешь плотную твердую ткань которой не должно быть а с другой стороны если взять разность почках там нет этой плотной ткани и вот он призна и принципы и когда ты начинаешь прокачивать когда ты улучшаешь качество кровообращения то на 2 3 день там другая другой орган потому что уже той плотности нет ну и естественно человек если это левая почка сердце лучше работает потому что заряды эритроцитов поддерживает левая почка кроме всего прочего смотришь сердце лучше а право я уже упоминал что легочные проблемы начинает отступать начинаешь стучать по грудной клетке до того как вы продавили правую почку человек кашель там внутри болит а так он не чувствует а вот когда начинаешь простукивать вот она боль ну вот и в то же время когда ты продавил а вот и простукаешь простучал и она во первых и быстрее освобождается от напряжения поэтому конечно вот и задача специалиста будущего специалиста который начинает уже управлять ага если мы имеем гиперчувствительность нашего тела то продавил луковицу дает луковица для всех а теперь не пошел к печеночки а взял продавил поджелудочную потому что именно нарушенные функции поджелудочной она делает тело более чувствительным и чтобы снять эту чувствительность иногда целесообразно тогда пройти по поджелудочной железе или по зоне где она находится в данном случае там еще и желудок ее чуть прикрывает и мы расслабляя желудок снимается напряжение с поджелудочной функции начинает лучше работать и тогда он уже не раздрагивает тогда при надавливании боли которые были вот только прикоснешься к коже а тут они уже начинают находиться там дальше глубже ну и конечно вот этот начальный уровень это начальный уровень а есть еще и воспаление брыжечное когда в животе немножко по-другому боль звучит но конечно это непонятно для многих кто слушает кто смотрит меня поэтому это объясняется в основном только на семинарах с показом с рассказом и даже не на начальном уровне чтобы не забивать голову такими мелочами а уже на третьем уровне когда уже народ чуть-чуть попробовал поработал получила результаты на себе а дальше уже начинает работать непосредственно со своими пациентами или с друзьями родственниками детьми и получается что любая мать которая имеет там четверых пятерых детей вот ей вот эту терапию нужно обязательно знать потому что ребенок растет здоровым если даже есть какая-то аномалия развития недоразвитая почка проработала живот а теперь пиявочку поставили а пиявочка подталкивает все что отстает от развития но если вы хотите об этом больше узнать может быть там крушняка посмотрите альберт иванович санкт-петербург профессор доктор он занимался герудотерапии мне очень много интересных наработок да и много таких савинова конечно почитать посмотреть или ну не буду перечислять люди у которых нет предообразования иногда часто вернее задают вопросы справлюсь ли я посмотрю так вот в чем прелесть то человек начинает о себе больше узнавать и казалось бы далекий от этого человек но когда он начинает понимать и ты ему начинаешь объяснять что вот этого напряжения не должно быть что вот здесь не должно быть плотности благодаря вот этой плотности кровь туда плохо поступает это он сразу понимает и что же делать да ты можешь продавить но ты посмотри откуда ты его должен продавить нужно открыть сосуды чтобы прежде чем если не откроешь значит будешь долго долго мять а результата не будет вот чем дело вот эти вот нюансы конечно мы стараемся давать ну как бы и конечно какие-то сложные патологии здесь друзья пожалуйста милости просим мы здесь лучше решим нежели вы сами самостоятельно начинаете работать но тем не менее самостоятельность никто никогда не отменял если вы практически здоровый человек то поддерживая свое состояние вы получаете интересное явление когда вы не заболеваете у вас опорно-двигательный аппарат нормальный ну и самое главное тоже голова начинает лучше работать соображался потому что когда интоксикация конечно не до чего но и пищу начинаете выбирать какой я хочу есть какую иногда ориентируясь на те внутренние инстинкты которые появляются открываете холодильника чего я сегодня хочу а ничего закрыл и пошел чаю попил я вернусь там есть урок с моделью вот если посмотреть на ваш взгляд этот урок с моделью можно освоить именно самому а почему воздействие конечно я старался да я старался рассказывать и показывать так чтобы люди могли понять потому что первичные наши задачи это были воины солдата научить продавливать свой живот чтобы он выполняя боевую задачу мог в общем то ну скажем воевать и поэтому сначала на первых этапах было все направлено на то чтобы своими словами рассказать донести до человека который далек от медицины вот эти все технические действия ну вот и вроде как получалось судя по курсантам военных училищ на которых мы проводили до и отзывы и поэтому мы это практически перенесли немножко и вот на все и конечно вот эти все представительные зоны которые нами разработаны и то это уже то что получилось в результате работы с внутренними органами представьте там на сердце проблемы а на носу красное пятно поработали сердце что происходит пятно то исчезает или уголки рта трещина заусенцы в уголках рта привратник желудка сняли с него отек проработали и к вечеру или на следующий день уже вот этих трещин заусенцы там уголках рта их нет и вот таким образом строились вот эти схемы строились вот рефлекторные зоны рефлекторные связи ну и принципе я считаю что по ним можно работать диагностировать себя и своих там родственников друзей потому что они действительно рабочие ну вот самодиагностика она очень полезна и для тех кто все таки понимает что работа по самооздоровлению она очень важная должна быть повседневной мы говорим о профилактике в первую очередь и вот это весь сказал что если вы абсолютно здоровы то вам в общем-то и не грозит то снижение функции любых органов о которых он говорит и собственно говоря мы сами себя приговариваем к каким-то проблемам неправильно пить и пьем неправильно питаемся допускаем там те же сейчас постоянные скрытые углеводы об этом постоянно говорят но а для того чтобы научиться по онлайн семинару висцеральный салмассаж для этого еще можно приобрести плакаты о которых говорит антон смофеич репро рефлекторные зоны которые уже наверное наши слушатели они знают вдоль и поперек они обозначены и на лице и на теле человека и как правильно сказал офисан смофеич ничего не ни один прыщик не вскочит без причины на то есть определенная причина снижение функции того или иного органа но и книга о которой мы всегда говорим которая практически применяется таким образом что на плакатах показаны висцеральные рефлекторные зоны а в книге описывается все патологические изменения которые происходят в организме то есть расшифровка такая так называемая и книга она настолько полезна что для тех кто ее однажды берет в руки уже с ней не расстается она становится просто настольной правильно себя нужно изучать иногда мы тоже свою машину знаем лучше чем на свой организм а это неправильно начало 20 века ведь как лошадь здоровую выбирали по зубам если вы детям будете помогать чтобы живот был поддерживать его же состояние живота то зубы сохраняются на длительный промежуток времени да сейчас эта проблема это проблема практически сейчас много народу приходит и с высоким небом с неразвитыми верхней челюсть недоразвитой но это конечно отдельная тема которую мы разбираем в основном на семинарах и как решить эту задачу но тем не менее мы я говорю что это связано опять же с работой внутренних органов и внутренние органы везде ведь и слух наша память скорость мышления зрение щитовидная железа стоматология это все живот ну а первый шаг это свои руки свои руки личный собственный живот с которым нужно уметь и знаете что делать самомассаж так что вот друзья мои санте павич не уходите далеко сейчас мы пообщаемся с нашей еще одной с нашим специалистом роза вот которая у нас в центре работает уже скажет сколько а дальше будет еще одно практическое задание вам что у вас сегодня как экзамен ну у меня простой вопрос дело в том что роза на наших глазах росла как специалист и опять же решала задачи по своему здоровью как говорит александр тимофеевич нет есть нет ни в недолеченных есть не додиагностированные вот поэтому все у нас происходило на глазах поэтому слово сразу тебе рассказывай как ты к нам попала чем занималась до оголов центра и как тебя изменил оголовцы благодарю здравствуйте дорогие зрители я калилова роза не азбековна работаю с вагулов центре с 2018 года до этого работала но у меня много было специальности поэтому я работала в направлении массажем занималась массажем потом значит ну как я пришла пришла как и все потому что искала пути оздоровления себя и своих детей и своих клиентов которые приходили ко мне на массаж значит первое что я могу сказать у меня была склонность полноте всегда сколько я себя помню потом когда я уже повзрослела стала заниматься разными практиками у меня были две крайности либо я была совсем полной либо совсем худой вот и я все-таки что-то не понимала что что же происходит с моим организмом потом значит у меня два мальчика и младший у меня заболел значит постоянно носовые кровотечения у него были ходили по всяким врачам конечно сдавали анализы и результаты были никто ничего не мог сказать а в итоге аллерголог посадил моего младшего сына когда ему было 10 лет значит на на зонекса это гормональный спрей значит у десятилетнего ребенка начали расти молочные железы поправляться естественно я испугалась и начал искать различные пути решения этих задач ну и увидела в интернете ну методику александра тимофеевича попробовал попробовала на себе конечно было сначала очень страшно пальпировать обдавливать свой живот но с первого раза у меня получилось расслабить луковицу двенцперстной кишки и все и дальше я уже не останавливалась то есть фактически самомассаж применила сразу как только да 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 не было выхода просто и когда я начала обдавливать младшему сыну живот у него резко прекратились носовые кровотечения вот вам и все и с этого момента я поняла что карта путешественника меня на руках уходили жировые гепатозы как ни странно стул налаживался потом объемы уходили вот и этих пациентов мы уже да и мы уже видим ну и решила пойти обучиться к александре тимофеевича и тем самым конечно пришла лично к нему на обучение на практике тоже только к нему у него стояла вот как-то и решить свои проблемы по здоровью и потом когда обучилась остаться в нашем центре и мы в общем то с удовольствием оставляем людей которые целенаправленно действительно хотят освоить и профессионально приносить пользу людям и отзывов действительно очень много положительных у нас в принципе специалисты работают с хорошими такими показателями по достижению результатов ну вот у розы такие есть и она прошла свой путь я же скажу что у нас на глазах поэтому я и пригласила сегодня чтобы она поделилась своим опытом спасибо желаем успехов дальнейших благодарю пациентами пациент порадуется увидеть тебя благодарю на ну а александр тимофеевич сейчас готовится к с очередной нашей слушательницы которая сказала она расскажет двух словах о себе откуда она приехала почему выбрала тоже голов центр откуда информацию получила потому что нам казалось что уже столько мы говорим про висцеральной практике и про тот же сам массаж должны уже знать все абсолютно но сталкиваемся с такой проблемой не все даже понимают что такое слово висцеральный поэтому тимофеевич еще раз нам об этом расскажет ну а пока побеседует с нашей гостьей которая нас обучалась на первом уровне я думаю что она будет идти дальше такая целенаправленная целеустремленная девушка расскажите представьтесь и расскажите откуда вы добрый вечер я людмила павловна приехала в греции благодаря моей сестре которая привела меня сюда на лечение я очень вдохновилась я поехала и заново в один год дважды приехал в россию чтобы взять и не знаю это просто бесценное драгоценное и бесценное сокровище особенно вот первый курс а потом эта практика все точки на свои места и хотя бы это только один курс прошла а дальше бог покажет ну будем надеяться что у вас все получится я тоже верю и храни господь алексея тимофеевича и дай бог ему здоровье его родным и ближним и желаю то что он желает чтобы он исполнил ибо и и лечение его не так сказать вау только для богатых и доступно всем просто не волнуйтесь не волнуйтесь все все будет хорошо александр смофеевич сейчас покажет немножко да наши две руки здесь конечно вот первой девочки там конечно по суше немножко здесь волнение при стартовой лихорадка это же напряжение на и на шейном отделе да все как положено здесь еще вот сухость рук она указывает на то что чуть-чуть печеночка недоработанную еще и вот чуть-чуть легкая вот здесь вот на лице вот эта часть щеки ведь она другого цвета правая легкая как быть застойное явление а язык еще покажи ничего страшного здесь нужно будет чуть-чуть с питанием подкорректироваться потому что здесь еще кандидоз но кандидоз он появляется тогда когда мы готовы к этому просто так не бывает нужно изменить рацион питания кое-что в питании и тогда я думаю что это решится закрываем по секрету да после операции которую я там была я даже решить не хотела что мы это но ты же еще нужно сейчас людям а сейчас хочу вылечиться чтобы помогать и дать то чтобы мне дали всем также конечно конечно и вот здесь уже и левая и правая и печеночка давай люди приляг дело в что здесь нужно как раз вот и луковицы двенадцатиперстной кишки привет молодец мы можем приподнять чуть-чуть давайте вот так вот здесь по животу видны немножко растяжки растяжки обычно говорят о том что левая почка давнишняя проблема издалека идущая ну и вот начнем с того что вот луковицы двенадцатиперстной кишки мы берем среднюю линию здесь вот луковица она сейчас болезненная вот здесь или вчера уже размеры боль остается здесь сейчас мы снимем это напряжение для того чтобы желчь могла нормально отделяться ну и процесс пищеварения чтобы стабилизировался и вот здесь очень конечно ты я понимаю перези переживаешь сердце бьется волнуешься и нужно сейчас посмотреть а где же нас сейчас она освободилась здесь луковицы расслабилась или еще боль есть а теперь давай-ка я посмотрю печеночка чуть-чуть поглубже вот здесь вот есть было да и вот нужно чуть-чуть поддавить как раз и пигастре здесь протоки левой правой доли печени все здесь иногда под руками слышно как журчит истекает желчь здесь боль чуть-чуть и вот одним пальчиком и поддавливаем вот здесь второй рукой помогаем все отлично ну и вот здесь еще здесь как когда начинали на первом уровне до глаза были выразительные вот самое это интересное вот эти видите дефект косметический казалось бы но после того как почка приходит в норму достаточно чуть-чуть их поскоблить вызывая раздражение кожи и кожа сама убирает их вот это удивительно конечно и вот если мы возьмем здесь вот область мочевого пузыря здесь присутствует болезненность чуть-чуть нужно снять спа спастику самого мочевого пузыря молодец стабилизируется и кстати структура ткани поменялась у тебя был такой плотный фартук а сейчас его уже нет здорово теперь вот здесь по мочеточнику по вашим курсам здорово а теперь коленочку согни вот так и здесь нужно покачать почечку вот она немножко плотноватая но к счастью это все имеет свойство расслабляться сниматься напряжение и естественно такое снятие она способствует тому что почка включается и кровь и кровообращение головы все отпустила здесь вот отлично теперь вот с этой стороны и видишь вот этот почечка да и вот нужно эту почечку тоже поддавить и вот эта почка как раз я синдром хронической усталости как только она начинает функционировать то ты уже как ну как назвать терминатора да не так работоспособность поднимается потому что ткани все получают нормальное питание кислородом а так в данном случае мы с вами очень слабость слабость в теле самих органов да 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 и вот вот это все ситуации нужно ее прокачать до исчезновения боли уже не такая да да я думаю что ты уже дальше знаешь что делать а я давай я вам еще смотрю а вообще конечно вот разница между тем когда вы начинали на первом уровне что пульс был вот на этой руке а сейчас он перешел вот сюда то есть это говорит о том что твоя аорта освобождается от того холестерина который нарос конечно для многих зрителей это не совсем понятно но есть технология есть метод который позволяет холестерин который образуется но в результате нарушения разных нарушений со стороны печени щитовидной железы так вот этот холестерин он начинает перераспределяться и вот это перераспределение холестерина она отражается до на пульсовой для при пульсовой диагностики на этой на этой то есть еще раз я для зрителей говорю что когда сравнивается две руки так пульс на левой руке должен быть выше чем на правой вас он уже на уровне равенства это большая большое достижение я вас слушала и слушаю ибо я сперва на себе спутывай потом других ну правильно но я не умею до конца ну я думаю ты решишь эту задачу главное понять что есть решение ладно удачи тебе и большое спасибо за показ еще у нас будет один отзыв мы сейчас узнали что к нам пришла еще одна молодая мама с которой работала наша специалист роза это ее однокурсница она сейчас кормит покормила она кормит своего ребеночка ребеночек появился в результате манипуляции которая в общем-то роза делала со своей однокурсницы по медучилищу в результате она забеременела родила мы не думали что она придет все-таки она вместе с папой и с ребенком прибыла меня зовут кулькар я пациентка роза дизбековна вот во первых мы поздравляем вас спасибо лошон вот сейчас посмотрит ну я от роза знаю что это рождение этого чуда явилась в том числе и ее манипуляции да ну мы бы не будем учимся в одном колледже соответственно мы познакомились с первых дней у нас как бы вот как я узнала что она занимается чем это естественно записалась сразу на прием и буквально после знакомства мы через неделю начали уже сеансы поработала сначала с желтом с церальной части потом назначила уже и чистку вот если вкратце мы вот курс даже не закончили то есть связано с наступлением беременности пришлось это прекратить но при этом удалось выносить ребенка родить здорового ребенка в срок и просто до этого если предыстория то врачи сказали что требуется операция и без операции без физического вмешательства в принципе не получится беременеть вот ну в результате все получилось мы наблюдаем это чудо и опять сама главный результат дома когда здоровый ребенок это самый главный результат наверное самая главная победа сан тимофеевича нас конечно рождались детки и рождались даже у наших сотрудников вот у нас много рождается деток но когда это у пациентов происходит мы счастливы вдвойне спасибо такой умный взгляд и нужно пойти к листам тимофеевича ножками давай посмотрим что здесь животиком и вот на первое на что обращается внимание конечно мы должны обратить внимание чуть-чуть вот насколько живот раздутый не раздутый вот посмотрели мы еще на грудном скормлю и видите газик нужно укропную воду хотя бы чтобы газа не было тогда ребеночек лучше будет развиваться и вот здесь вот сигмовидная кишочка ну-ка давайте посмотрим ну здесь хорошо и здесь хорошо а давайте посмотрим вот здесь что животом вот и иногда я вам порекомендовал когда ребеночек переворачивается на животик постучать по спине ладошечка вот таким то образом потому что видите вот щечки это отношение к легкому и здесь тоже и вот это покраснение на щеке это говорит о том что с легким не все застойное явление нужно чтобы убрать застой сейчас 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 малыш сейчас подожди давай к мама ну-ка давай подойди сюда и вот получается что если потихонечку поддавливать опять же луковица 12 перстной кишки вот она расслабляется желчь истекает у детей часто бывает застой желчи и тогда вздути живота становится меньше а вам можно вот таким вот образом чуть его повернули это уже будет как профилактика и вот так по спинке видите у нас ребеночка успокаивается и даже взрослому человеку вот давайте вот если на вас видите вот если стучать же приятно и вот и здесь тоже ребеночек будет ждать вот этого постукивания потому что с легкими становится лучше дыхание лучше а вот где печеночка или селезеночка вот здесь тоже постукивать и они массируются за счет содрогания здесь и вот здесь даже если постукивать вот 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 давай-ка воротничок поправим ну и через животик и животик тоже потихонечку начинает расслабляться сейчас после такого массажа маминого ребеночка идет в туалет нормально вот вот какая девочка здесь ну язычок посмотреть наверное более сложно но в любом случае вот здесь напряженные ткани помяли и напряжение а это конечно связано немножко и с кандидозом но это отдельная давай-ка мама помогает видит чужого человека давай-ка на головку одевай это вот будет хорошей профилактикой и по мере того как вы будете поддавливать животик он будет малыш сам просить и животном мире ну когда кошки собаки пошутил пару раз надавил на живот и собака уже сама ложится перед тобой пять нее уходишь она снова ложится перед тобой потому что просит чтобы живот про а тем более если где-то какая-то проблема это чисто наверное физиологическое потому что можно наблюдать когда одна кошка другой мнет живот котят и на котятах это очень хорошо видно и поэтому то что живот расслабляется мозг расслабляется потому что когда у ребенка предположим с мозгами что-то происходит то передняя стенка живота очень напряжена и расслабляя переднюю стенку живота там успокаивается но для взрослых это более понятно потому что когда контузия происходит человеком то все внимание вроде на голову на самом деле если живот начинает поддавливаться проминаться а он становится напряженным то и контузии легче идет проходит ну вот и конечно был очень но доктор интересный нейрохирург он был зав отделением шадрин александр андреевич и он добился руководства что нейрохирургию взяли специалисты которые занимаются животом потому что очень быстрое восстановление проблем мозга устранения через работая животом там живот и здесь один мозг улучшается здесь улучшается там ну и естественно травма черепно-мозговая обязательно передняя стенка живота напряженной становится и вот у детей дцп у них одна общая особенность передняя стенка такая напряженная и когда я она продавливается то ручка которая висит ручка начинает спадать ребеночек лучше идет нога лучше несет и вот здесь тоже всякое бывает но бывают дети которые начинают ходят на цыпочках так вот множество случаев когда мы начинаем работать с печенкой продавили печень хотя это тест из неврологии говорят что это центрального генеза так почему же если мы печень продавили сняли с нее застой этот центральный генез он исчез и ребенок идет уже ногами а до этого ходил на цыпочках а иногда ползал не вставал на ноги и вот промяли животик и все кончилось больше внимания животом но удачи вам спасибо вам что вы пришли спасибо за то что вы пришли удачи для нас очень важно и ценное здоровье и мы очень рады что у вас все так получилось хорошо такая приятная неожиданность молодцы и так значит первый вопрос александр тимофеевич можно ли делать массаж живота висцеральный массажер на перкуссионным массажером вы знаете наверное не всегда все зависит наверное от степени состояния живота потому что при таких ярко выжженных застоях лучше рук ничего нет а уже когда вы дорабатываете когда уже это там амплитуда должна быть незначительно а все эти перкуссионные массажеры они имеют одну амплитуду меняется лишь частота нужно чтобы и амплитуда менялась ну к сожалению может быть к сожалению потому что свое время еще начало 90-х годов где-то 88 году я придумал вибромассажер с помощью которого убирал камни и желчного пузыря и мы тогда тогда задружились с лабораторией эндоскопии институт вишневского и для нас для мост метростроя стали готовить вот эти вот вибрационные устройства которые я когда-то придумал они молодцы они доработали эту тему и вот до сих пор у многих кто приобрел эти аппараты тогда они до сих пор работают а там как раз использовались а вообще может быть из-за того что я когда-то заканчивал вуз электрооборудование промпредприятий и следящие системы то у меня несколько логическое мышление связаны с электричеством вы его применил да и его применил и вот сейчас кстати у нас готовится новый аппарат уже на основе старых а мы у нас получалось так что мы его сделали и меняется частота и амплитуда и для каждого живота мы подстраивали оптимальное давление автомат оптимальную частоту и тогда камни быстрее уходили быстрее уходили патологии которые там развивались то есть мы должны поймать вот момент удовольствия когда приятно и вот эта вот приятность она способствует тому что в организме улучшается микроциркуляция естественно движение лимфы движение крови застой уходит ну и вот на фоне этого и камни исчезали я вернусь не могу отойти от малышом да может быть в связи с вот этим таким приятным отзывом какие-то рекомендации даете молодым мамам у которых малыши и жить те которые плачут бесконечно что вообще дело в том что часто но мне приходится сталкиваться когда приглашает семью потому что ребенка привезли сюда мы не имеем такого такой возможно чтобы принимать вот а где-то приходится приехать на квартиру и там иногда ребенок когда казалось бы долгожданный ребенок а он день и ночь орет живот раздутый он орет 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 а здесь оказывается одна интересная особенность в ребенка когда ребенок находится в животике мамы то у него кишки перевернутые они не так как у всех и вот когда ребенок рождается кишечник разворачивается а вот если он не развернулся то ребенок раздутый живот он кричит от боли но родители его не понимают но ведь из-за этого разрушается семья представьте мужу надо идти на работу а он всю ночь качал этого ребенка и в конце концов семьи даже распадаются потому что мужу нужно работать зарабатывать деньги а он на работе начинает спать увольняется ну вот а работа вообще-то интересное явление когда ребенок ребеночек поджимает ручки и коленочки позе эмбриона это говорит о том что кишки еще в таком состоянии неразвернутом и вот когда начинается работа начинаешь поддавливать то кишки сгибаются вот представьте сигмовидная кишка вот такой перегиб находишь этот перегиб начинающего разгибать только разогнулся он расслабился напряжение ушло их тут хлопок и газовое облако из кишечника выходит и у ребенка ноги дресс и они наполовину разогнулись значит там не все ты продолжаешь искать а где же загибы а естественно у детей вот у ребеночка газом наполнен но он не раздутый как обычно у детей раздутый живот ребенок бы плакал и вот этот раздутый живот еще остается ребенок все еще продолжает орать но уже тише вы начинаете опять работать новые находите крючок где перегиб кишки потянули надавили и опять опять новый хлопок и ноги выпрямляются вот это интересное наблюдение для врачей которые занимаются детьми представьте следующее а ручки остаются все в такой же позиции и вот здесь то опять же уже работа с луковицей 12 перстной кишки у ребенка и вы находите теперь уже живот обвалился уже меньше газа и вы начинаете поддавливать и вот поддавливая вы снимаете напряжение с луковицы 12 перстной кишки и желчь начинает отделяться а желчь ну примерно можно говорить о том что это газогаситель своеобразный и как только расслабили как только же сюда пошла второй или третий хлопок газа выходят из попы ребенка руки опускаются но вот за мою практику сколько я помогал то в основном то после третьего но четвертого хлопка опустились и все ребенок спит и тишина в доме и берешь его за ноги поднимаешь он внизу вниз головой висит но не плачет он спит укладываешь его берешь за ручки спит рука нога спит родители конечно в шоке и поэтому конечно вы должны наблюдать чтобы газа не было газ это яд яд который конечно он воздействует на центральную нервную систему и у взрослого человека если газы постоянно в животе как говорят китайцы раздутый живот человек долго не живет вот это нужно понимать поэтому друзья мои обращайте внимание на раздуться кишок и часто бывает так что люди увлекаются растительной пищей вегетарианство посмотрите они все с раздутыми животами не может быть здоровья когда живот раздут газом газ это яд который парализует кишки они не могут сходить в туалет потом газ это то что всасывается в кровь на ненормально начинает работать нервная система ну и жиры если животные жиры человек перестает потреблять а у нас с вами легкие это жир мозг это жир гормоны это тоже нужен жир животный и отдельные авторы говорят 80 а кто-то говорит 90 процентов жира должно быть животного и только 10 или 20 процентов растительного ну попробуйте ну в общем рекомендация мамам следить за животами детей не допускайте вздутия и все если мы с вами будем говорить если мама перекармливает ребенка и у ребенка постоянно раздутый живот и вот тогда начинают бороться с грыжами пупочными паховыми пахово-мошоночными потому что яды которые образуются в кишках они приводят к тому что атонизация развивается и развивается дефицит той же меди в организме ну вот а медь это соединительный ткан и поэтому пятаки всегда прикладывали но я уже не буду детализации но это действительно ну а у взрослых людей если вы хотите побыстрее посидеть ешьте побольше зелени и тогда быстрее добьетесь результаты седые волосы быстро придут потому что это опять дефицит меди в организме такая ситуация вот есть вариант усвоения ну а дефицит меди проявляется вот я ношу вот это удовольствие не из-за того что мне нравится из-за того что это индикатор для меня если у меня тяжелый рабочий день когда за день проходят 15-16 человек с разными глубокими проблемами и ты объясняешь от чего что как идет для того чтобы эта проблема разрешилась то концу дня смотришь она позеленела рука значит требуется медь иметь содержащие продукты тот же базилик но опять же базилик если вы окунете на минутку на две минутки в воду горячий в кипяток то он сохраняет все свои качества ну там присутствует медь или ройбуш попить либо каркаде чай с каркаде пожалуйста это все медь баранина это тоже чем баранина отличается от другого самое большое количество меди в баранине и обязательно если мясо кушаете обязательно жиром потому что жир это щелочь который нейтрализует отрицательные свойства мяса так что вот ребят я бы рекомендовал так особенно если первая группа крови а это кочевники в основном сколько бы не ели капусты или там яблоки вас просто раздувает живот потому что по природе мясоеды вы хищники потому что глаза спереди черепа это у травоядных вот здесь глаза и у нас с вами зрачок как у волков а волк в каких-то определенных состояниях он может быть и вегетарианцем но это временное явление иначе он потеряет мышцы и и будучи вегетарианцем я потерял знаете вес мышечную массу и она до сих пор не восстановилась ну я где-то был в пределах 82 килограмм ну а сейчас семь четыре семьдесят пять понятно интересное наблюдение вопрос можно ли обыкновенным градусником померить температуру вы знаете лучше конечно непосредственно пирометром причем пирометр должен быть тарирован вы берете воду градусник ртутный туда поставили оба вода хорошо если она подкрашенная а дальше пирометром померили она должна совпадать с ртутным термометром потому что разбросываете пирометров 5 градусов считается норма для печени 5 градусов да для печени 5 градусов это уже существенно и конечно когда вы работаете животом вы видите как температура пупа меняется лучшую сторону лучше 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 так вот вопросы где можно посмотреть конкретно как делать висцеральный массаж живота сразу скажу что у нас сегодня программа вся посвящена висцеральному самомассажу именно онлайн курс на котором несколько уроков есть теоретические знания есть практический урок на модели поэтому да и конечно то что я показал я показал ну как бы кусочек но это самое малая часть малая часть но мы пригласили специально наших слушателей чтобы они поприсутствовали на нашем эфире и индивидуально порешали некоторые задачи вот и подсказкой сантимовича поможет и надеюсь так и следующий вопрос но опять же связан скажите с самой массаж живота можно делать мы говорим про самомассаж сейчас да так сан тимофеевич поделитесь секретом как найти эту луковицу ну как и вот наверное обратили внимание что у одного пуп очень далеко находится от мечевидного другого почти что вот у люды он где-то там рядышком с реберными дугами и конечно здесь уже луковица где-то уйдет туда поглубже и наверное обратили внимание что я ее почти около реберных дуг нашел и конечно здесь поддавливание идет через край печени часто и поэтому конечно немножко нужно потренироваться и чуть-чуть открыть анатомию посмотреть или хорошо если какой-то специалист вам покажется где вот это луковица находится ну для начала можно попробовать опять же курсом массажа там на модели сенсовая фич показывает где ее найти эту луковицу ее многие ищут некоторые не находят сразу но это не проблема открываем анатомию смотрим практически рекомендации на модели и я думаю что все могут с эти с этой задачей справиться следующий вопрос удалили матку во время кесарева из-за кровотечения что делать дальше как себе помочь вообще есть работы на эту тему как ни странно матка имеет свойство прорастать но это эти опять же наверное не для всех кто-то не хочет трудиться а кто-то поставил цель и матку можно вырастить так же как недоразвитые органы потому что природа дала нам пиявку который подталкивает органы недоразвитые к развитию такой также и не оба конечно есть множество разных способов но один из способов когда пиявка ставится туда на небо а то и ставится сюда и тогда него начинает разворачиваться или бывает так куриная грудь ставим пиявки естественно манипуляции на животе и грудь разворачивается а если еще и солнце и было таких множество случаев особенно запомнился когда мальчишка высокий но так вроде когда в одежде хорошо выглядящий а когда разделся а у него грудь впалая и он стесняется этой своей груди ну вот они с отцом улетали в эмираты мы провели несколько процедур на животе две или три и не лично я сам ему поставил пиявки на область вот грудины ну вот они улетели с отцом в эмираты проходит где-то недели три и отец при приезжает с этим парнем еще сумку приносит ну вот а чего пришли спрашиваю как чего хотели показаться парень раздевается грудь нормальная мужская все вот эта грудь бывает куриные торчащие а тут она впала и и она вот развернулся плечи развернулись красавец парень и конечно наш отец этого парня испортил весь день почему он накрыл стол для нашей докторов до отблагодарил таким образом но в принципе конечно да ему захотелось бы так самый главный результат такой вопрос опущения влагалища гимнастика не помогает что делать вот вы знаете когда гимнастика не помогает вот здесь надо смотреть и брыжейку нужно смотреть подвздошные артерии то есть те сосуды которые обеспечивают кровоснабжение самой матки и часто эти подвздошные артерии когда покрывается холестерином а там от этих подвздошных артерий отходит маточная артерия которая обеспечивает матку так вот если эти участки начинает забиваться холестерином то тогда матка становится как полиэтиленовый пакет и тогда что хотите то и делаете прыгайте но проблема то на этом решается совершенно по-другому нужно открыть эти подвздошные артерии чтобы кровь туда пришла сначала а потом уже говорить о реабилитации и конечно это не произойдет что там сделали уже завтра все нет здесь иногда месяц-два приходится заниматься но эта тема достаточно интересна потому что матка то поднимается есть признаки признаки ее опущения все эти загибы флексии задние боковые они способны уйти ну конечно на начальных этапах это очень хорошо но ведь чаще всего на этом начальном этапе женщин не обращает на это внимание они обращают внимание когда уже вам когда ей сказали что вот смотри у тебя там вот напугали женщина а давай-ка мы тебе матку сейчас уберем а убрав матку у людей начинает развиваться остеопороз а вот об этом они почему-то доктора не говорят а мы-то видим это к нам-то приходит уже как после боя ранее на это приходится но тем не менее есть метод и способ когда объясняешь давай потому что нас были случаи когда матка начинала расти с помощью пиявок пиявка вот бог создал живность не просто тогда так следующий вопрос оставить или подшивать пупочную грыжу вы знаете конечно здесь все зависит до возраст человека потому что насколько ткани они и опять же чаще всего от этих грыжи это в первую очередь раздутый живот это интоксикация которая там присутствует естественно токсины страдает соединительной ткани ну и страдает мозги страдает зрение то есть здесь можно перечислять что с чем связано вот представьте если убирается вот это газовое облако то живот и вообще человек по-другому себя чувствует здесь на сначала причину решить а потом уже обсуждать грыжу но я могу сказать что с незапамятных времен вот описаны вот по моему опять же у того же куринова был описан такой момент лечения он экзотический но ведь в девятнадцатом веке все служили в армии рекруты по 25 лет 25 лет в армии ну вот для того чтобы он пришел ну естественно 25 лет за 25 лет половые органы меняется структура но я хотел сказать то что не каждый хочет идти служить 25 лет и что делали рекруты они пальцем начинали а здесь у нас паховое кольцо разминать его растягивать и растягивали для того чтобы был бы валилась грыжа пахово-мошоночная или пахово-бедренное все равно а в то время с грыжами в армию не брали и тогда ему выдавали волчий билет то есть белого цвета да и он от армии освобожден он что шел он приходил после того как ему дали этот волчий билет он брал старые монеты медные рашпиль и на кусок хлеба строгал и после того как построгал еще посыпал солью съел этот кусок хлеба но правда видите здесь интоксикация отравления все-таки такое количество меди когда попадает от не очень хорошо но грыжа то уходила вот чем дело ни в коем случае я вам не рекомендую это делать я просто как в описании исторический факт до исторический факт ну вот но то что медь играет важную роль и вы знаете что медные кресты всегда носили потому что они сразу показывали если человек начинает заболевать чернице грудь или серебро тоже чернице грудь ну вот это первые признаки того что человек готов к тому чтобы заболеть ну вот и грыжи обратите внимание опять же у детей живот раздутый у них белая линия живота растягивается и тогда возникают разные диастазы а после диастазы опять грыжа и вот вам сетка которые пытаются вставить там или ты говоришь а перестаньте ребенка кормить хлебом посмотрите он любит хлеб макароны и все прочее вы же родители да любит он макароны но вы купите макароны гречневые купите макароны рисовые они не вызывает такого вздутия а ребенок их также кушает вот вам замена но чтобы не было раздутого живота потому что приходят приводят детей с чем грыжи белые линии живота пупочные паховые пахал мошоночные пахово бедренные то есть это все грыжи которые формируются в результате вздутия живота и если женщина продолжает кормить ребенка и перекармливать его в каком отношении вот природа нас так создала также вот я пример с коровой когда корова кормит своего теленка и по мере того как увеличивается жир белковая молекула она перестает усваиваться у теленка и он вынужден перейти на траву и у нас тоже когда ребенка кормят молоком и когда живот начинает у ребенка дуть перестаньте его кормить переходите на подкормку нужно чтобы вот этого газа не было а иначе вот на этом-то фоне лезут грыжи различные которые я перечислил и возраст детей маленький маленького и взрослые когда приходит сможет 1 что раздутый живот и начинаешь ему говорит слушай ну ты постоянно ходишь с токсинами ты сокращаешь свою жизнь посмотри как ты старый выглядишь посмотри мозги уже перестали считать 25 на 25 625 или 75 на 75 5625 таблицу умножения ему говоришь он не может умножить это сложно да это все это просто ну да следующий вопрос как делать висцеральный массаж в домашних условиях опять же отошлем к онлайн семинару висцеральный сам массаж там все подробно александр павич рассказывает теоретическую часть и еще раз повторюсь практическая часть на модели очень хорошо все показали как делать домашних условиях вопрос йога может заменить висцеральный массаж вы знаете йога может быть вместе с висцеральным массажем потому что свое время это наверное 97 98 год к нам президента ассоциации йоги был такой стаценко он присылал инструкторов для того чтобы они освоили вот эту терапию почему во первых они помогают своим начинающим йогам которые будут заниматься йогой а потом они когда начинает крутить на оле на оле вроде вращается все здорово да вот все красиво а руку туда запускаешь печень а печень то болит значит и науле не помогает не решает эту задачу значит и вот тогда они осваивают но самое интересное я знаю многих кто из них стал у нас проходил они еще стали висцеральными специалистами потому что очень полезно ведь представьте вы группу проводите и вы начинаете обучать вот этой технологии своих учеников так они к вам будут всегда приходить потому что они у вас получают здоровье и не только вот эластичность подвижность и всего прочего но и кроме всего прочего нормальная жизнь нормальное социальное состояние то есть и вы становитесь более приспособительны к этому социуму к этим напряжением к этим всем стрессом выживаемость человека поднимается вот какая проще можно за двух словах сказать так следующий вопрос можно ли научиться делать висцеральный монстаж самому себе можно и нужно и и пример тому мы пригласили сегодня нашего специалиста розу если вы были все время с нами она рассказывала если вы отходили и не видели то можно будет посмотреть этот запись этого вебинара она рассказала как она самостоятельно для себя решила свои задачи по здоровью именно с помощью самомассажа но потом уже обучилась и пришла работать я хотел рассказать такой случай это случай из казахстана там один парень мне автомобильная катастрофа боли были ужасные спине позвоночнике и вот он а медицина но обезболивающие сколько можно обезболивающие а тем не менее боли были жуткие и он уже подумал о самоубийстве это предполагал что там выпить что там и он в каком не рассказывал ночью он выходил ложился на асфальт холодный для того чтобы облегчить свое состояние а тут ему спортивной жизнь россии в то время еще по моему 90-е годы выходил такой журнал и я давал там уроки ну вот и он открыл этот спортивный журнал и вдруг видит вот эта висцеральная практика она тогда называлась хиропрактикой ну вот и начал поддавливать подавил подавил и уснул а утром проснулся спина то не болит и вот здесь он всем всю подписку он начал работать и он добился когда он пришел ко мне на обучение он же был специалистом он себя вытащил из этого состояния когда уже искал до стал здоровый человек бросил свою основную работу основная работа и многие представьте если человек ювелир был казалось бы все и деньги все но вот это его настолько увлекло он оставил ювелирное дело начал заниматься здоровьем найти и получает сейчас моральное удовлетворение от того что он решает те задачи которые никто не решает то есть вот самое интересное это вот наподобие мне кажется можно сравнить с тем что я занимался спортом и когда ты выиграл стал чемпионом и вот ты поднялся на верхнюю ступеньку и у тебя а это же всего но насколько на минуту на полторы пока тебе медаль вешают а потом ты сошел все а здесь вот это удовольствие от того что ты победил то это удовольствие она тебя как бы поддерживает и всю неделю тебя хорошее настроение подъем такой знаете то есть хочется с людьми разговаривать везде поддерживать их вообще это очень делится на работу великое дело можно оказываться адреналин получать не тренируясь а вот таким вот образом а там готовишься целый год там или там два года к соревнованиям по три килограмма за день ты теряешь в весе мнешь себя делаешь из себя непонятно кого а потом вот чтобы постоять минуту там на пьедестале ну тоже да но победа свое конечно победа можно вот таким вот образом получать следующий вопрос из-за повече очень важны здравствуйте расскажите пожалуйста когда можно начинать массаж после операции по удалению желчного после кислоросечения сколько должно пройти времени ну по крайней мере чтобы был снят шовный материал и наверное здесь надо начинать с того чтобы конечно убрать воспалительный процесс снять для этого используются пиявки и даже ну отдельно конечно про аневризма я говорить не буду потому что это отдельная тема и здесь специалист должен непосредственно быть чтобы я видел его глаза в глаза потому что там много есть нюансов но тем не менее тем не менее конечно провели операцию чуть-чуть человек успокоился пришел себя начал разбираться выясняется что операцию это сделали а луковица как была напряженная так она осталась и печень не изменила своего характера она ей стало еще проблематичнее и вот конечно здесь начинается самого простого он размял луковицы 12 перстня кишки а следующий все-таки руки тянутся дай-ка попробую и потихонечку потихонечку тут промял тут промял там правда продавил то есть вот это пространство где был желчный пузырь его нужно все обдавить потому что она тоже участвовала в процессе или она имеет память память о том что желчный пузырь был присутствует ну вот и потихонечку подталкивая печень саму она начинает выполнять функцию берет на себя и функцию желчного пузыря ведь представьте если взять крысу то у крысы огромная печень но у нее нет желчного пузыря и здесь тоже тенденция становится печень немножко чуть-чуть увеличивается преувеличивается но она мягкая она функциональная и вот это ее функциональность какой-то степени может заменить отсутствие желчного пузыря и чем раньше вы это сделаете не тогда когда год прошел а хотя бы через месяц если бы уже очень всего боится через месяц потихоньку и потихонечку без фанатизм потому что жизнь впереди и вот вы можете получить очень интересный хороший результат следующий вопрос подскажите поможет ли висцеральный массаж при ревматоидном артрозе пальцы ног горят и воспалены и отекли нет здесь конечно одной висцеральной практикой не разрешишь эту тему здесь требуется помощь специалистов конечно да и здесь может быть там и деру до терапии кроме того что я говорил уже упоминал серу что сера здесь дефицит создается и воспалительные процессы но ведь кроме серы еще много всего что может влиять ну и конечно чтобы снять весь этот воспалительный процесс иногда даже масло коноплей конопляное масло человек начинает принимать а вообще эта болезнь перекисления то есть насколько я знаю а почему как определяется очень просто если конъюнктива глаза вот так оттянуть то вот здесь конъюнктива должна быть в норме розовая если она цвета лица это ацидоз это перекисление ну вот и онкологические пациенты часто они все перекисленные проблемы нижней конечности обязательно перекисление этих нижней конечности конечно уже на третьих уровнях мы просматриваем это у себя на обучение чтобы доктор который начинает работать с такими пациентами чтобы знал что применить и вот это и вот это и вот это и это и еще вот это и тогда можно получить результат Какие противопоказания для висцерального массажа, для висцеральных практик? Во-первых, я считаю, что противопоказания для самотерапии или для висцеральной. Если для висцеральной, то это алкогольное состояние, особенно наркотическое, острое состояние. Это когда картина острого живота, противопоказания. Ну и вы должны оценивать, если человек не хочет, чтобы ему делали живот, занимались животом, не надо откажитесь, потому что пользы от этого не будет. То есть насильно, мил, не будешь никогда. Ну вот, это вот как основные показания. И, конечно, по функциональности, но здесь уже все зависит от вашей техники, от того, насколько вы имеете опыт за плечами. Ну вот, и, конечно, если так разобраться, когда пациенты к нам приезжают, то я беру самых сложных, стараюсь взять самых сложных, потому что мне остальные неинтересны. Потому что я знаю, что мои ребята решат эту задачу. Ну вот, я уже знаю, кто на каком уровне, и, естественно, передаю ему этого пациента. Но, конечно, я стараюсь у него интересоваться, что идет на каком уровне. Так, следующий вопрос очень интересно составлен, но, может быть, вы в нем разберетесь. Мужчина, 52 года, худой, аппендикс удален, на левой губе прыща не проходит. На какой? Верхней, нижней? На левой губе? На левой, слева, видимо, на губе. Не знаю, верхней или нижней, не написано. На левом локте, на коже, есть точка при нажатии, которая очень болит. На левом локте что делается? Стреляет в пальцы или нет? Хороший вопрос. Это, может быть, вопрос чата, который мы будем организовывать для тех, кто приобретает онлайн-семинар, сам массаж, сопровождение. Иногда на выпускных экзаменах вот такие вопросы. А теперь расскажи, как бы ты мог решить. И вот он начинает рассматривать вот этот вариант, вот этот вариант. Когда на верхней губе, когда на нижней губе, когда в уголках рта, когда изнутри губа, когда верхняя, опять нижняя губа. То есть это такой объем, который нужно рассматривать. Да и та же боль на локте, в локтевом, это может быть как от ущемленного нерва. А почему ущемленный? Ведь надо искать шею, смотреть шею, плечо или плечевой сустав, а потом уже говорить про то, что здесь вот дергает. Ну, в общем, взаимосвязи. Здесь много разных причин. Не было ли травма, не было ли ушиба какого. Или там, может быть, даже кто-то укусил. Бывает так, что отек создался, а потом этот отек перешел в плотную ткань. Такие мы сталкивались и с этим. Следующий вопрос. Тоже очень интересный. Луковица 12-перстной кишки. Как узнать, опущена или нет? Вообще бывает такое явление или нет? Ее можно самому как-то нащупать. Есть опущение почки, нефроптоз. Мы про органы не знаем. Поэтому хочется знать. Луковица 12-перстной кишки, она не опускается, потому что она висит на протоках печени. Ну вот, тогда должен пол печени вытащиться, если уж на то пошло. По крайней мере, мы с вами говорим о том, что да, органы чаще всего опускаются. Желудок, почки смещаются, кишечник смещается. Но, конечно, чаще всего это смещение связано с сатанизацией и с травматизацией. Падение на ягодицу или там в результате автомобильной катастрофы что-то произошло. Поэтому здесь неоднозначно. Но, тем не менее, все нужно попробовать. Почему не попробовать? Как мне нравится присказка, когда молодой человек подходит к мыслителю и говорит, послушайте, вы вот такой умный, скажите, пожалуйста, буду ли я каяться, если я женюсь? Тот посмотрел на него и говорит, конечно, будешь. Но больше будешь каяться, если не женишься. Так и действует. Так, застойный гастрит и хронический панкреатит. Удален желчный пузырь. Как себе помочь? Все одна и та же тема. Все одна и та же тема, конечно. Опять луковица 12-персток кишки и, в общем-то, работа стандартная. Сладж, осадок в желчном пузыре, перегиб желчного пузыря, 40 лет. Как от всего избавиться? Опять работа. Работа, пиявки. И перегиб желчного пузыря не всегда является патологией. На него сваливают иногда, нагружают, что это он виноват. Иногда, понимаете, для того, чтобы как-то пришел пациент, нужно что-то сказать. А, у тебя перегнутый. А, да он тебе маленький. А, да он тебе вот там, перетяжка желчноводящих путей. Да вот эти. А тут промяли, и вдруг все кончилось. То есть печень начинает нормально функционировать. И как конечный результат, желчь оттекает. Нормальное пищеварение. И уже никто не обращает на это желчный пузырь внимания. Ну и бог с ним. Он перестает беспокоить человека. Вот следующий вопрос как раз позволяет... Единственное, только стрессы. Нужно убрать стрессы. Или источник стресса. Можно ли массаж при отключенном, высохшем желчном пузыре? Ну, почему? Даже если бы он совсем не работал, природа бы его съела. А если он есть... И, конечно, есть разные тесты на проверку, работает он или не работает. Одно дело, когда УЗИ смотрит и говорит, а он у тебя совсем не работает, отключенный. Ну вот. Здесь есть тест. И я эти тесты иногда рассказываю. Ну, когда на приеме, на частном приеме, я говорю, вот, пожалуйста, сделайте такое. Ну, можно даже взять таблеточку нитроглицерина. Под язык положили. И если появляется головная боль, височная локализация, значит, желчный пузырь работает. Это тест. Ну, начала болеть. Взяли, выбросили. Но вы сделали тест, что он функционирует. И как только вы выбросили, через какой-то промежуток времени, голова успокаивается. Давление снижается. Нарушение пристеночного равновесия тут же, как бы, нарушается. И желчь начинает раздражать стенку желчного пузыря. И ответная реакция спазм сосудов. Следующий вопрос. Как вы считаете, можно ли, сколько раз в день можно принимать белковую пищу? И можно ли вестеральный саммассаж при хроническом панкреатите? Здесь нужно понять, зачем каждый день или целый день белковую пищу принимать? Не, не целый день. Сколько раз в день можно принимать? А сколько раз в день? Все зависит, наверное, от вашего возраста. И чем бы моложе, чем больше энергии и двигательной активности, то все-таки белки нужны. Для того, чтобы мышцы тренировались, для того, чтобы мышечная масса росла, чтобы гормоны образовывались. Будете экономить на белках и на жирах, то начинает тестостерон падать. Вы тренируетесь, пытаясь заработать мышцы, в силу физическую. А если слабость селезенки, сколько бы вы не тренировались, рука слабенькая будет. Можно накачать красивые мышцы. У нас был такой один паренек, но у него был один недостаток. Когда он с ним здороваешься, рука никакая, женская, а мышцы. Поэтому он, собственно, и не достиг хорошего результата, но как тренер он был талантлив. Так, следующий вопрос тоже очень интересный. Здравствуйте. Пытаюсь поддавливать свою печень и живот, но, к сожалению, прослойка жира мешает. Как докопаться до внутренних органов самому? Аппитит хороший, особенно могу питаться хлебом и чаем. А вот как раз хлеб надо убрать. Ну, прослойка жира. Ну да. Так, дело в том, что здесь нужно еще физиологический такой процесс. Одна молекула жира вокруг себя держит 8 молекул токсической воды. И здесь, скорее всего, не жир, а пастозность живота. Ну, конечно, здесь нужно с человеком разговаривать, объяснять, а может быть даже уговорить. Раньше можно было в морг сходить. Это сейчас вроде как-то все перекрыли. А в морге... Не надо нам в морг. Нет, я имею в виду показать, какой жир сверху вонючий, когда вскрывают. И какой, как выглядит жир свой, висцеральный. А этот жир, это защита такая. Такой вопрос, Александр Тимофеевич. Как помочь ребенку с пересаженной печенью? У ребенка постоянные зайды и сухие губы. Это вот как раз зайды, это с желудком проблемы. Это стресс и неустойчивый парень. И сухие губы, это уже то, что здесь и печенка, и поджелудочная железа тоже включила сюжет. Я уже упоминал, что у нас в животе математическая модель развития патологии. И один орган передает другому органу проблему. Тот начинает страдать, передает проблему другому, третьему органу. Но в отличие от спортсменов, они все бегут. Он устал, но он продолжает бежать. Желчный пузырь передал печени, но продолжает двигаться в том ненормальном состоянии. Потом печень передает эстафету поджелудочной. Но она тоже побежала из желчного пузыря. А поджелудочная передает кишечнику. И вот так вот все один за одним. И получается, что взяв руку и потрогав точки, можно сказать, где, на каком этапе наш человек, который лежит или сидит около тебя, на какой этапе нарушения он находится. Ну вот следующие вопросы по деткам новорожденным. Можно ли у новорожденного снять вздутие живота? И можно ли делать такой массаж деткам? Это два вопроса. Ну это уже то, что мы сейчас вот здесь с ребеночком с этим чуть-чуть. Я уже вам упоминал, что в связи с тем, что перегибы у детей кишки, и вот нужно все эти перегибы разглаживать. Ну и, естественно, нужно управлять еще и питанием ребенка. Чтобы мамаша не перекармливала ребенка. Чтобы мама думала, что кушает. Да, и что два года не кормила ребенка. Два года. Зачем? Иммунная система. Как только образуется газовое облако в кишках, там, то вот эти газы, они нейтрализуют многие витаминные группы. Создается дефицит микроэлементов, витаминов. И вот на этом фоне начинает соединительная ткань плыть. И вот у детей появляется, именно когда долго их кормят, грыжи. Это опыт. Вот когда поток народа идет, то ты видишь, что вот эти все грыжи, когда тогда, когда живот раздутый. А самое интересное, у меня где-то есть видеосъемка архивная. В 96-м году поступил, ну, в общем, мамаша привела малыша с грыжей, пахово-мошоночной. И вот столько времени прошло, это было лет 10 назад, он уже стал папой и привез к нам сына точно с такой же грыжей. И тоже с раздутым животом. То есть вот оно, повторение истории. Ну, надо сказать мамам, что в первую очередь... Но, к счастью, оно разрешилось. Потому что и тогда разрешили, а разрешили после того, как у сына перестало дуть живот, а дальше уже те процедуры, баночку поставили, гематомку вызвали, и гематомка подтянула. Ну, вот. И даже есть архивные материалы, когда вот первый день, второй, третий, а вот на четвертый уже грыжей нет. То есть вопросы решаемы. А мамам с новорожденными детками нужно попадать либо самому на обучение, чтобы понимать, как это делать, либо к специалисту, который умеет это делать. Так, в общем-то, к любому специалисту и не попадешь. Не нужно, в смысле, рисковать. Следующий вопрос. Так. Можно ли избавиться от газов при дивертикулезе? И как помочь себе, если удален желчный пузырь? Нужно попытаться, потому что дивертикулез – это уже истощение стенки. Это плохое обеспечивание с кишки кровью. И чаще всего это бывает все-таки тогда, когда ишемические проявления аорты, то есть атеросклероз. При атеросклерозе нижняя брыжеечная артерия закрывается холестерином. И что же? Кровь не поступает к восходящей ветке толстой кишки. И вот здесь вот как раз и дивертикулы, и разные проблемы. А там очень часто, конечно, это студентам ты показываешь, как выглядит кишка нормальная и как она выглядит при патологии. Кишка вроде посередине прошивкой, так вот очень часто, когда ты начинаешь исследовать живот, там одна сарделька вот такая торчит, и вроде как сигмовидная кишка. А на самом-то деле, эта сарделька – это забитая часть кишечника каловыми массами. И вот когда вы начинаете работать, проталкивая, разминая, то часто, и смотришь, каловый камень вышел. Он хранился в дивертикуле. А естественно, вы начали двигать, и смотришь, и был даже один случай, когда нам пришлось использовать хирургические расширители, то есть ввести в хирургию и вытаскивать камень, который вышел через попу, немножко травмировав даже кишку. Но это надо было дожить до того, чтобы такой камень там приобрести. Их большое, великое множество. Но так вот, чтобы каждый день или раз в месяц, ну, раз в год, раз в два года появляются такие пациенты. При пальпации живота чувствуется больно три пальца по обе стороны пупка. Это проблема с чем? С кишечником? Ну, скорее всего, это тонкий кишечник. Или, может быть, даже с левой стороны там еще и аорта идет, поэтому можно принять аорту за край позвоночника. Да, там, кстати, через переднюю стенку живота можно достать позвоночник. Если посмотреть анатомически, как человек устроен, то там вот такая вот выемка и позвоночник, область пупа. Ну, естественно, когда кишечник страдает от ненормального пищеварения, то вот тогда все болит. Следующий вопрос. Поясните, пожалуйста, пила соду, гасила кипятком и началась аллергия на голени. Как это связано? Может быть? Это может быть связано с тем, что начался дренаж. То есть, если большой объем потребления такой жидкости, щелочной, то слабое место там и выпадает. И получается, что лучше к этой победе идти медленными шагами. Ну, естественно, работая с внутренними органами, потому что, если человек начинает принимать такое большое количество, идет, конечно, перегрузка всех систем, потому что токсины, яды начинают выводиться, и тогда кожа начинает страдать, кожа как выделительная система. И есть представительные зоны, предполаган под коленкой, там представительная зона тоже кишечника. На локтях с внутренней стороны это тоже кишечник представительства. Ну, на лице, прыщи здесь, на лбу, это все показатели. На спине тоже. Так, и еще последний вопрос. Грибок на большом пальце правой ноги, год не могу избавиться, что делать? А это как раз большой палец правой ноги имеет отношение к печени. Если с печенью что-то происходит, то на большом пальце правой ноги схлапываются сосуды, и палец не обеспечивается, и ногтевая пластинка не обеспечивается нормально кровотоком. А там, где кровь не поступает, естественно, там, как говорят, если болото, там лягушки хлакают. Здесь должна нормальна, нужно нормализовать кровообращение, а потом уже начать бороться с этим грибком. Потому что так вы не победите. Потому что условие создалось. Питательного бульона для микоза. Так, еще один вопрос. Пожалуй, я из Донбасса, пользуюсь висцеральными практиками, но очень нуждаюсь в ваших рекомендациях. Вопрос. Висцеральный салмассаж при застое лимфы плюс отеки. Это как раз непонятный вопрос. Вот эти отеки на ногах, чаще всего со слабостью почек, связаны и в то же время с токсинами, с ядами, которые попадают в лимфатическую систему от кишечника. То есть кишечник богато иннервирован ну будем говорить лимфосистемой, лимфоузлами. И там накапливается большое количество токсинов. И вот эти токсины начинают идти и через нос, и через со слюной. Кстати, слюна это наша как раз токсическая ситуация. Так считают некоторые ученые. И со слюной в органы пищеварения или в кишечника сбрасывается часть ядов и токсинов. Хотя мы с вами говорим про лизоцин, муцин и все прочее. Спасибо вам за ответы. У вас всегда блиц. Блиц ответы, потому что по-другому не получается. Вот, а я вам еще раз напомню, что мы сегодня занимались с вами в прямом эфире, говорили о вестеральных практиках, говорили о самомассаже, насколько он действенный способ по самооздоровлению. Это очень важно, потому что очень часто даже наши слушатели, кто занимается вестеральным массажем, вестеральными практиками, даже своим докторам дают информацию, и доктора с удовольствием пользуются. И тех доктора, кто воспринимает эту информацию правильно, они очень подготовленные специалисты, они хорошо знают анатомию, физиологию, и плюс вестеральная практика, таким докторам цены нет. Вот, правда. И у нас обучаются очень часто медицинские работники, и средний медперсонал, и врачи, и они действительно становятся специалистами номер один. Вот, потому что это очень такая важная практика. Поэтому начните с самомассажа, вы поймете, что это действительно очень эффективный метод. Вы будете заниматься собой, своими близкими. У нас был уже отзыв, у нас были не первый раз эфиры, в прошлом году на эфире женщина рассказывала, как она своему сыну практически поправила здоровье. Сегодня наша специалист Роза тоже рассказывала, как она избежала серьезных последствий от применения серьезных препаратов. Когда идет гормональная нагрузка, это, конечно, очень сложно потом исправить. Но она вовремя остановилась и предприняла все возможное. Именно с помощью лицеральных практик она наладила функционирование всего организма. Соответственно, те органы, которые имели уже функциональное снижение функции, они восстанавливались. В молодом организме это все, в общем-то, работает по-другому. Надежда должна написать номер телефона и, наверное, город. Или потом мы узнаем город. Интересно. А то у нас, как правило, я не видела. Просто была... у нас сегодня 21-е, да? 21-е, да. 21-е, да. Просто нам всегда везет. У нас, как кто-то выигрывает, так в Соединенных Штатах или в Австралии куда-нибудь. Надежда Машкова. Ну что, друзья, вот Александр Тимофеевич подписал выигрыш победителю сегодняшнего нашего вебинара. Это Надежда Машкова. Немножко волнуюсь. Да ладно, вы что волнуетесь? Ну как же. Вот. Нам было очень интересно с вами, мы очень рады, что такое количество людей с нами были до конца. Еще раз скажу, что учиться нужно, нужно заниматься своим здоровьем, потому что все уже, наверное, знают, наслышаны, что нас опять пугают очередной какой-то инфекцией, супер вообще страшной и так далее, и так далее. Это уже программируется, это опять вводится народ в стрессовое состояние. Но из нашего опыта могу сказать абсолютно точно, что если вы будете заниматься собой, своим здоровьем и будете держать свой иммунитет в хорошем состоянии, то вам эти все вещи не страшны. Тем более, там предрекается сейчас, что это будет затронута будет дыхательная система, что будет много там пневмонии, воспалений и так далее. Вот сегодня даже по ребеночку Александр Семенович показал, как ляльке было очень комфортно, когда он постукивал ребеночку, ребенок не плакал, не капризничал, вообще бодрствовал, собственно говоря, достаточно маленький для таких манипуляций, но ребенку было приятно. Поэтому сами для себя есть, кроме висцерального самомассажа, есть методы, которые мы обучаем тоже в центре, их можно тоже осваивать. Все, что усиливает эффект, все, что дополняет ваше здоровье, в копилку вашего здоровья, все нужно применять, всем нужно интересоваться. Ну и, Александр Тимофеевич, ваше заключительное слово с пожеланиями всем, кто вас смотрел. Я хочу пожелать вам здоровья, личного счастья, финансового благополучия, ну и душевное равновесие. В наше время нужно обязательно, ну скажем, уходить от стрессов, жмите, душевное, внутреннее спокойствие и равновесие. На сегодня все, дорогие друзья, всем здоровья, счастья, хорошей зимы и ждем все весну с надеждой. И до встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok